Эгин, в часах 14.00. Рад вас всех приветствовать на вебинаре под названием «Три универсальных метода борьбы со стрессом». Я предлагаю начинать потихоньку. Все, кто зарегистрирован, там было порядка 200 человек, уже достаточно много. Возможно, кто-то из них придет чуть попозже, поэтому предлагаю начинать. В любом случае, вначале будут некие организационные моменты, мы с вами познакомимся и уже потом непосредственно перейдем к тому, как справляться со стрессом. Для начала давайте представлюсь, чтобы было проще нам с вами разговаривать. Зовут меня Копнин Андрей Александрович. Кому нужно, можно Александрович, можно Андрей, как вам хочется. Я сертифицированный бизнес-тренер, педагог-психолог, практикующий коуч. Если говорить про мой опыт, то порядка 10 лет он составляет. Это публичные выступления, переговоры, большое количество тренингов, в том числе по целеполаганию, борьбе со стрессом, постановке целей, критическое мышление, креативное мышление. Этим всем занимаюсь с большим-большим удовольствием. Если кому-то интересно, по образованию я инженер, закончил Бауманку. Ну и считайте, через какое-то время он практически специалист вернулся к Бауманскому. Так что все пути ведут для меня в одно место, наверное. Окей. В двух словах покажу вам, какие курсы я веду. Курсы по развитию soft skills в специалисте. Это нижняя полоска развития креативного мышления, стресс-менеджмент, ораторское искусство, волнение и страх, управление конфликтами. Если посмотреть правую колоночку, это развитие эмоционального интеллекта. Верхняя строка – тренинг личной эффективности, тайм-менеджмент, тут же стресс-менеджмент. Ну и слева – это команда образования и противодействие манипуляции. Это все я веду. В целом, если кому-то будет интересно, обращайтесь. Прежде чем начать сам наш вебинар, я попрошу, как только вы приходите, ну и периодически я буду напоминать, приходите, выключайте свой микрофончик, чтобы у нас ничего не шумело, потому что в течение тренинга я не всегда смогу оперативно выключать микрофон у слушателей. Прошу вас выключать, это под экраном, кнопочка микрофона, в принципе, по-моему, у большинства она сейчас выключена. Кто-то не выключил. Сейчас давайте я гляну секундочку быстро. Владимир Николаевич Богатырев, выключите, пожалуйста. Спасибо вам огромное. Возвращаемся. Итак, второе, что я хотел бы сказать. Мы с вами сейчас, наверное, большинство находимся на том, на карантине, который ввело правительство. И как раз-таки для того, чтобы снять некий стресс для нас, я предлагаю вам делать следующее. То есть как только вы меняете свою деятельность в дома, вы же на работе ходите в некой рабочей одежде, дома ходите в домашней. Соответственно, я сейчас сижу в костюмчике перед вами и считайте ни в пижамке, ни в какой-то, потому что я пришел на работу. Соответственно, для того, чтобы убрать некий момент, стресс, связанный с тем, что вы работаете из дома, попробуйте вот такой приемчик. Менять свою одежду. Надежда пишет, у всех видео отображается, у меня только звук. Надежда, посмотрите, то есть сейчас вам должна транслироваться презентация и звук. И если нет, попробуйте, перезагрузитесь, должно все у вас заработать. Ага. Мария Анатольевна, у вас тоже только звук. Напишите, пожалуйста, плюсики, у кого есть и видео, и звук, у кого транслируется презентация. Плюсики, плюсики, плюсики. Спасибо огромное. Коллеги, у кого что-то не работает, попробуйте перезапуститься, потому что, как вы видите, в чатике очень много людей пишут, что все работает, все ок. Возможно, что-то произошло при подключении. Окей, давайте сделаем следующее. Озвучим некие правила. Всегда при любом вообще вебинаре, тренинге, любой активности есть определенные правила. Да, спикера не видите, я выключил у себя камеру, чтобы не отвлекать вас от презентации. Потом, если нужно будет, я ее включу. Первое правило – это один микрофон. Соответственно, я прошу вас ваши микрофоны выключать. Если нужно будет что-то спросить, пишем в чатик, тогда, если дам вам слово, с удовольствием мы вас послушаем. В конце тоже будет серия вопросов-ответов, тоже с удовольствием мы это все обсудим. Второе правило – у нас нет погон, поскольку все мы разные, все занимаем разные должности. Кто-то директор крупных предприятий, кто-то студент, кто-то учащийся. Все-все-все абсолютно разные, это значит ровно одно, что все мы сюда пришли чему-то научиться. Все, больше ничего, погон у нас нет, ничем мы не меряемся. Третье правило – задаем вопросы. Как только появляется вопросик, вы его спрашиваете. Соответственно, если он будет дальше рассмотрен, я об этом скажу. Если нет, я его записываю, либо вы лучше себе пометьте, потому что я могу пролистать вопросы, поступаю достаточно быстро. И, естественно, в конце будет серия вопросов-ответов, мы этот вопрос с вами разберем. И давайте приступаем к тому, что будем разбирать непосредственно тему нашего занятия с вами. Разберем, что же такое стресс. Вообще стресс – это некое напряженное состояние организма, как физическое, так и психическое. И вообще стресс в широком понятии – это английское слово, которое используется в процессах, которые можно характеризовать как некое напряжение, давление и нажим. В английском языке существует еще второе понятие, называется дистресс. Это горе, несчастье и истощение, недомогание. То есть первое и второе – стресс и дистресс – они не обязательно связаны. Когда начался вообще сам процесс изучения теории стресса, этим занимался канадский ученый Ганс Селье в прошлом веке, в 20-м. Первые работы появились в 30-х годах. И в 74-м году он выпустил книгу, которую сейчас держит на фотографии. Это стресс без дистресса. Что же такое дистресс, мы с вами разобрали. Что такое стресс, тоже разобрали. И существует в данный момент следующее разделение. То есть, если наше вот это состояние причиняет нам вред, то его называют дистрессом. Если состояние приносит некую пользу, то мы называем это состояние эустресс или эвстресс. В принципе, как хотите, так и называйте. Вообще особо никакого значения не имеет. Главное, чтобы вы понимали, что у нас есть четкое разбиение. То есть, есть позитивный стресс и есть негативный стресс. Ну, как обычно, можно сказать, что у любого действия есть свои последствия. Плюсы стресса. Ну, во-первых, конечно же, это некая энергия для действий. Потому что, когда мы в каком-то небольшом стрессе, мы достаточно адекватно реагируем и действуем. Я еще раз подчеркну. Небольшом стрессе. Это мы будем рассматривать чуть позже. Сейчас разберемся вообще, какие плюсы и минусы есть у стресса. Во-вторых, стресс дает нам достаточно... ...гармон с названием эндорфин. Эндорфин вообще это гормон радости. Уходит какое-то чувство опасности, тревожности. То есть, в целом, он нам дает хороший-хороший плюсик. Повышение иммунитета. Это тоже доказанная штука. То есть, если мы говорим о некотором небольшом стрессе, то люди гораздо лучше учатся сопротивляться внешним воздействиям. У них вырастает иммунитет. Человек, который все время рос в пузыре, естественно, он стрессов особо не испытывает. Но при малейшем каком-то заражении сразу же происходит заболевание некоторое. Если мы говорим про дальнейшие вещи, которые можно отметить с плюсов укрепления нейронных связей, выделения окситоцина, то есть, в целом, прекрасные есть положительные стороны. В то же самое время, стресс в русском языке носит некий отрицательный оттенок. То есть, если мы говорим, что-то я испытываю стресс, подразумевается, что что-то нехорошее происходит. И получается, что действительно, при стрессе какие могут быть минусы? Во-первых, это выделение адреналина. Адреналин подразумевает, что у нас будут происходить какие-то действия. То есть, как-то мы будем реагировать на все то, что с нами происходит. Но, если мы сидим дома, и стресс у нас происходит, выделяется адреналин, а куда мы это сможем выпустить? Если мы это не выпускаем, таким образом адреналин у нас остается в теле, и мы готовы срываться на все, что угодно. Это пошло не так, то пошло не так. Начинаем срываться на близких. И вот, собственно, происходит то, что происходит. Тревога тоже большой, минус стресса. Получается, мы тревожимся. Что же происходит? Господи. Это состояние, которое непродуктивно. Мы не испытываем ничего хорошего. Просто непродуктивно мы думаем о чем-то совершенно другом. Конечно же, упадок сил. Падает иммунитет. И очень важный момент. Появляются психосоматические заболевания. Не всегда это какие-то болезни, но это могут быть некие зажимы в теле, потому что если мы говорим про людей, которые очень часто испытывают стресс, это в основном некие руководители. У них очень часто проблемы со спиной, потому что спина ассоциирует некую поддержку и ответственность. То есть чем больше вы на себя берете, тем больше болят плечи, спина. Это про психосоматику. Можете над этим подумать и осмотреть так тщательно взглядом свое тело потом и подумать, есть ли у вас такие зажимы или, может быть, нет. Надеюсь, что, конечно же, нет. Окей. Есть три стадии вообще некоторого напряжения. Как оно проходит, этот стресс? Во-первых, у нас появляется тревога. При ней активизируются все возможности нашего организма. Они активизировались, мы начинаем работать. А потом наступает стадия сопротивления. Желание привести все системы в норме, как на уровне эмоций, так и на уровне нашего тела. То есть тревога нам показала, что мы куда-то пойти должны. Если мы все время живем в этом состоянии, организм так долго не может. Силы заканчиваются, и, соответственно, появляется сопротивление, что вот так пружинка хочет сжаться, вернуть все обратно. И потом наступает истощение. Когда справиться с внешними воздействиями, ну, практически невозможно. Наступает какая-то апатия, бездеятельность и вообще замедление реакции работы органов. Голова наша начинает плохо работать. Становится все грустно и скучно. И это некий механизм возникновения стресса. И так что же с ним делать? То есть существует три способа, три пути вообще работы с нашим стрессом, который у нас возникает. Работать мы можем, во-первых, через голову, во-вторых, через тело, и третье, через людей. То есть через некоторое наше окружение. Понятно, что третий пункт сейчас во многом может быть невыполним, потому что кто-то сидит на карантине, кто-то нет. Не все могут выходить из дома. Но, тем не менее, опять-таки, некие заменители можно найти. О них мы поговорим чуть попозже. Начнем мы с головы, потому что у нас голова всему влияет вообще на весь организм. И для того, чтобы понять вообще, что происходит у нас в мире, мы с вами разберем такие понятия, как зона комфорта, зона обучения, и посмотрим взаимосвязь между ними. Представьте, что есть вы. И со всех мотивирующих телеэкранов в интернете все кричат, что нужно выйти из зоны комфорта. Обязательно нужно выйти из зоны комфорта. Ну вот мы выходим из зоны комфорта, у нас есть некая зона обучения. Мы вышли из зоны комфорта, нам некомфортно. Да, замечательно, все прекрасно. Но почему-то никто не говорит, что зона комфорта тоже имеет свои границы. Из-за зоны обучения начинается зона стресса, причем глобального. Но со всех экранов кричат, что нужно же выйти, а на самом деле оказывается, что нужно выходить как-то аккуратненько и не всегда напрямую. Давайте я вам покажу лучше некий график, который все это проиллюстрирует. У нас есть зона комфорта, слева она у нас располагается. Посерединке, если посмотрите, есть зона обучения. Производительность, это фиолетовый у нас график, простите, бирюзовый. И получается, что зона обучения где-то посерединке. Наша производительность максимальна. Но при этом и возрастает тревожность. Красный график. И как раз-таки в один момент производительность начинает падать, и она становится ниже, чем тревожность. И наступает зона стресса, зона паники. Когда мы уже ничего не можем делать, но у нас гигантское количество стресса, ничего не понятно, что вообще происходит, куда идти. То есть в целом нужно очень аккуратно идти вот в эту вот зону обучения. Не срываться куда-то. По поводу стресса. То есть если многие люди вдруг решили после того, как они вышли на карантин чем-то заняться, вы смотрите. То есть любое дело нужно внедрять аккуратно. Вот в принципе аккуратно. Потому что мы говорим про некое системное введение. Это принцип маленьких шагов, который мы рассмотрим чуть-чуть попозже. Следующее, что может помешать вам и что может вести вас стресс, это так называемый эффект ведра с крабами. Это, ну может быть, где-то грубо прозвучит, но некое окружение, которое мешает вам идти вперед. Представьте, что вы хотите что-то сделать, но при этом при всем зачастую наталкиваетесь на некое непонимание со стороны ваших близких, друзей. Эффект сам по себе заключается в том, что если крабов засунуть в ведро, то они вылезти не могут, потому что каждый хочет вылезти и тянет других вниз, чтобы подтянуться. Ну и получается, что так никто не вылезает. Это подразумевает некую зону комфорта, из которой вообще выйти даже нельзя. Не то, чтобы хоть как-то чуть-чуть пройти, а вообще нельзя. Про вот этот момент. Тоже возникает стресс, потому что очень важно, чтобы близкие люди и родные как-то поддерживали ваше движение. К сожалению, видео не нашел на эту тему. Если кто-то найдет, буду благодарен. Следующий эффект называется эффект доктора Фокса. За счет чего он возникает? За счет того, что сейчас, если мы долго будем сидеть в закрытом пространстве, то все больше и больше эффект доктора Фокса имеет смысл. В чем он заключается? Заключается он в том, что люди больше верят тем, кто очень харизматичен. Сам по себе эффект получил название в 70-м году, когда в медицинской школе Калифорнийского университета провели эксперимент. Подготовленный актер выступал с докладом под именем Майрон Фокс. Содержание доклада было в некотором научном стиле, однако доклад вообще к теме относился очень мало, был незаконченным, никаких выводов не было, содержал противоречивые высказывания и очень грубо был построен. Актер вообще ничего не понимал в теме доклада, но выступил очень ярко, экспрессивно, выразительно, и при этом все ему поверили. Вместе с тем, большинство людей как раз-таки верят тому, что дается с телеканалов очень экспрессивно. Если вы сталкивались с тем, что смотрят дети на том же YouTube, то большинство, ну, процентов 70, смотрят, где кто-то кривляется, кто-то бегает, кто-то прыгает, что-то эмоциональное, то есть что-то очень харизматичное. При этом огромное количество людей, которые действительно делают что-то важное, они не настолько харизматичны, рассказывают спокойным голосом, не спеша. И, естественно, они не настолько убедительными, кажется. Хотя, по идее, все должно быть наоборот. И у большинства людей, которые действительно важным делом занимаются, допустим, как вы, если кто-то занимается чем-то важным, действительно, естественно, может возникать некоторый стресс с виду того, что несправедливо, потому что вы работаете, 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 а потом оказывается вдруг, что кто-то пришел, просто покривлялся, все довольны и счастливы, а на вашу работу внимания не обращают. Тоже очень хороший такой пример стрессовой ситуации. Эмоциональное опережение. На графике здесь представлен пример с машиной. Я думаю, что более характерно, наверное, будет привести пример, связанный с карантином. То есть все мы ожидаем, что вот-вот-вот, буквально все прекрасно закончится, но мы ожидаем это сейчас. А оказывается, что это произойдет чуть-чуть попозже. Ну вот мы сейчас уже сидим и думаем, вот нас выпустят с карантина, мы пойдем гулять, куда-нибудь на шашлыки съездим. Потом, когда действительно это происходит, уже не настолько интересно, потому что все произошло замечательно, я уже это все в голове у себя пережил. И оказывается, что реальность, она не настолько интересна, как вот то, что у меня произошло в голове. Следующее. Это так называемая ошибка выжившего. То есть мы делаем выводы о том, на основании каких-то единичных событий. То есть кто-то заболел где-то, о боже, кого-то уволили, тоже очень страшно. При этом большинство не увольняет, большинство остается на своих рабочих местах, адекватные работодатели. Но мы слышим, что что-то произошло, это значит, что вот что-то ужасное. Если смотреть статистику, то в целом на рынке, ну все плюс-минус нормально относительно. Понятно, что кризис наступает, тем не менее, статистика говорит нам немножко об обратном. Следующий способ получить стресс, гарантированно, это не ограничивать свой выбор. То есть когда у человека один либо два варианта, зачастую достаточно просто сделать некий выбор. Если появляется 10 вариантов, то сделать выбор уже очень сложно. Но если бесконечное количество вариантов, то мы будем перебирать бесконечно. Самый простой пример это количество писем, которые предлагают мне удаленное обучение. Мне как минимум 10-15 штук в день приходят на почту, и все резко пытаются на вот этом хайпе как-то себе денежек заработать. Гораздо... А, еще две конторы звонили мне. Говорят, что вы у нас когда-то обучались, давайте-ка еще разок. Но в целом гораздо проще было, когда только специалист там был. Группный центр, сразу понятно, его выбираем. Ну, замечательно. Тут очень много пишут, 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 пишут. Ну, окей. Ну, и очень важный момент. Тоже стресс может вызвать так называемый эффект Даннинга-Крюгера. Что он обозначает? Обозначает он, что как только мы начинаем заниматься какой-то деятельностью, в данном случае мы занимаемся работой, но на дому. Большинство из вас, скорее всего, работало не на дому, поэтому для них это некий новый опыт. И сначала получается, что да, все прекрасно, мы наладили, первое время все замечательно, а потом идет уверенность наша вниз, потому что вскрываются какие-то дополнительные моменты. Образуется так называемая яма страданий. И потом из этой ямы мы вылезаем на как раз-таки какой-то средний уровень. это вот тоже достаточно стрессовый путь, который мы можем пройти. Так что имейте в виду, в любом случае вот эти все моменты, они очень сильно влияют на нас с вами. Ну и вопрос таки сразу возникает, а что же с этим делать? Первое, что я хочу вам сказать, что у нас есть наш мозг, и он наш самый великий обманщик. Если вы понаблюдаете за тем, что происходит, мозг иногда очень странные вещи нам транслирует, в том числе связанные с тем, что вот это хорошо, это плохо, а потом оказывается, что наоборот. Мозг зачастую рулит нами, скажем так. То есть еще неизвестно, кто кем рулит, мы нами или мы мозгом. Или мы есть мозг. Поэтому мозг как раз-таки стресс нас запускает, и для того, чтобы с этим справиться, первый принцип, который есть, это принцип малых шагов. Прекрасная цитата, которую многие используют, это Лао Цзи, даже путь в 1000 ли начинается с первого шага. Мы все делаем потихонечку, то есть как только у вас возникает какая-то новая ситуация, вы сначала поймите, что она новая, потому что работать где-то в офисе на выездах в магазине, где работаете, это без разницы. И работать дома это совершенно разные вещи, идентифицировать это как нечто новое. И всегда новое приходит в том формате, что нам необходимо к нему как-то адаптироваться. И самый простой способ малые шаги. Начните с очень маленькой привычки. Вот абсолютно какая-то маленькая. Я сразу сделаю небольшую поправку. Эти способы прекрасно подходят вообще для всех. Вот абсолютно для всех привычек. Если вы хотите начать заниматься спортом, хотите вести здоровое питание, пожалуйста, используйте их, они прекрасно подходят везде. Этот принцип первый гласит следующее, что необходимо начинать всегда с очень маленькой привычки. Почему? Потому что если мы посмотрим на нашу реальность, у нас мотивация все время скачет вверх-вниз, вверх-вниз. Я, наверное, к счастью, не встречал людей, у которых постоянно кремень такие, знаете. Даже у них бывают спады мотивации. Возможно, они их не показывают напрямую, но у них они тоже бывают. Соответственно, вот этот график, который есть, вот такие горы, это мотивация. И если мы берем ту линию, которая отмечена А, она повыше, мы сразу ставим себе какую-нибудь тяжелую задачу. Получается, что в какие-то этапы у нас мотивации будет не хватать. Видите, она красненьким выделена. Вместе с тем, если мы берем линию Б, это маленькая какая-то очень легкая привычка, которую мы можем делать. Допустим, каждый день вставать на 5 минут раньше. Это не встать на час раньше, это встать на 5 минуток. И 5 минут вы встаете шикарно, прекрасно. Потом еще 5 минут, потом еще 5 минут. Начинайте с некой маленькой привычки, то есть все новое для того, чтобы у вас не было стресса глобального. Начинайте с маленького. Второе. Потихонечку повышайте частоту занятий. Постепенно. Это, как я вам озвучил, по 5 буквально минуток можно каждый день. можно меньше, можно по минуте, вообще не важно. Посчитайте, что если минута, то есть за 30 дней, за 2 месяца вы станете на час раньше вставать. Одна минута в день. Одна минута. Посмотрите, то есть вот это вот надпись желтым, кто из вас знает английский, разберется, кто не знает, написано, что сила крошечных усилий, если какая-то автология, мощь, вот мощь крошечных усилий. Потихонечку, если вы посмотрите, вот как в плюсах это идет, за 2 месяца на час раньше, представляете, кажется, минута в день мало, на самом деле нет. Если идти дальше, то любой объем работ мы стараемся разложить на маленькие, маленькие, маленькие части. Самый известный пример, это слона нужно есть по кусочкам. Допустим, вот многие сейчас как раз-таки начинают применять медитацию, йогу, заниматься спортом дома, и есть некий соблазн начать сразу с больших количеств, с большого времени, ну то есть та же самая йога полчаса сразу же. Как только вы попробовали, у вас не получилось, вы думаете, о, не, полчаса я делать не буду точно, и забрасываете. На самом деле можно разложить на три части по 10 минут. 10 минут это очень мало, можете на 6 частей по 5 минут разбить, абсолютно то же самое будет. Подбираете упражнения, которые вам подходят, то же самое, отжимания, приседания, прыжки, все что угодно, пресс, какие-то физические упражнения, любые, разбиваете на маленькие кусочки, так гораздо проще делать. Любое дело проще бить на кусочки. следующее, если вы сошли с пути, продолжите занятия как можно быстрее. Давайте будем честны сами с собой, бывает так, что мы что-то не делаем, нет людей, которые все, вот прям, вот вообще все выполняли на 100%, всегда, абсолютно, во все-все-все моменты. И исследования показывают о том, что очень важно вернуться к выполнению своих действий после того, как мы ошиблись, потому что разница в том, что не целеустремленный человек, он скажет, ну что ж, ну я вот, ну не получил, и значит и дальше не будет получаться. А целеустремленный скажет, слушайте, не получилось сегодня, завтра еще сделаю, попробую. Все, понимаете? В целом исследования говорят, что несколько разовых пропусков занятий на результат вообще не влияют в долгосрочной перспективе, потому что мы с вами смотрим все-таки в будущее, поэтому смотрите, то есть, если пропустили что-то, ну ничего страшного, можете завтра это делать. Тут суть в том, чтобы два дня подряд, три дня подряд у вас не было пропусков. Имейте в виду, что очень важно продолжать занятия как можно быстрее. Пятое, что касается неких новых привычек, то есть того, состояние, которое вы можете достичь, постарайтесь быть терпеливыми и придерживайтесь того темпа, которому вы можете следовать. То есть, не зря я говорил о том, что есть необходимость разбивать некие наши занятия на этапы. То есть, как только вы разбиваете на этапы, сразу становится понятно, что вот этот маленький кусочек, я могу его сделать сейчас, потом чуть-чуть попозже, некий темп, который для вас выгоден, вот чтобы вам было комфортно. И тот график, который здесь у нас с вами есть, ось, которая у нас идет вертикально, она переводится как устойчивость, ось горизонтальная это усилие. То есть, мы можем ничего не делать и быть очень устойчивым, потому что мы просто стоим на месте, а мы можем очень много усилий вкладывать, но при этом устойчивости будет очень мало. А зелененьким отмечено то, что посередине. То есть, мы стараемся не просто лениться и не просто сгорать на работе, а что-то среднее. Выбирайте, что вам комфортно. Это крайне важный момент, следить за тем, чтобы вам было комфортно. Но очень важный момент, для того, чтобы шло развитие, необходимо делать чуть-чуть побольше, чем вам комфортно. Это вот те, кто занимается спортом, они не дадут мне соврать, что как только становится трудно поднимать какие-нибудь тяжелые веса, нужно еще немножко сделать. Вот чуть-чуть, для того, чтобы это закрепить. Потому что если мы каждый раз делаем одно и то же, мы никуда не растем. А так мы чуть-чуть по сантиметру, сегодня я сделал на один сантиметр больше, завтра на два, на три, это все суммируется. Начинаем потихоньку. потихоньку действовать. С вашего позволения, сейчас я применю одно из средств для стресса, теплый чай. Мы о нем чуть попозже поговорим. Сейчас я попьюсь. Да. И смотрите, это некие привычки, то есть для того, чтобы достаточно комфортно вам было работать, можете их применять. И прекрасно работают эти способы, когда вы, любую вашу цель, даже не важно, это могут быть глобальные цели, все равно лучше их разбивать на маленькие-маленькие кусочки. Потому что мы все люди и выполняем что-то гигантское, у нас голова просто не выдерживает. А если что-то маленькое каждый день, это ок. Еще соблюдать распорядок своего дня. Но если вы посмотрите интернет, то большинство неких пособий по тайм-менеджменту, тренингов, они рассказывают о тайм-менеджменте для рационалов. То есть рационал это человек, который спокойно делает одно дело. То есть мы просто спокойненько сели и допустим весь день занимаемся чем-то одним. Есть такие люди, прекрасные в своей области специалисты, обожаю их. Вместе с тем у каждого из нас существуют некие иррациональные черты. Ну то есть полностью вот этот тайм-менеджмент, который вы везде сможете найти, он нам не подходит просто физически. То есть вы его внедрили, но как показывает моя практика, я опрашивал людей, что-то не хватает, вот что-то не то. То есть они хотят его под себя подстроить, а как непонятно. Вот просто непонятно, потому что все приемы уже вроде использовали. Оказывается есть такая штука как тайм-менеджмент для иррационалов, то есть для тех людей, кто либо занимает какую-то творческую профессию, либо кто периодически с чем-то таким связан, либо просто чувствует себя иррационалом, то есть не всегда совершает какие-то рациональные поступки. Соответственно есть такой тайм-менеджмент, я вам сейчас о нем расскажу, и там будет очень много интересных вещей, берите себе. в любом случае моя задача вам дать как можно больше инструментов, ну и чтобы вы их, конечно, применяли, это уже ответственность на вас. Смотрите, тайм-менеджмент для иррационалов, он строится на следующем понимании, что есть рационалы и есть иррационалы. То есть иррационалы у нас выделены здесь синие линии. В принципе, они начинают и стабильно работают. Если вы посмотрите, то буковка это энергия, то есть они со стабильной энергией работают, 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 работают. Если честно, я иррационал и я периодически восхищаюсь этими людьми, как можно вот с таким упорством, с таким усердием работать постоянно. У меня не получается. То есть я иррационал, у меня есть некие пики. То есть если вы посмотрите, вот красным, розовым и зеленым обозначено, то есть у меня сначала идет какой-то пик первоначальный, я такой довольный, счастливый, вот что-то новенькое, замечательно, а потом эта энергия резко идет вниз. И мне ничего уже не хочется делать. Я сижу и думаю, зачем я это начал делать? Непонятно. Потом опять второй пик чуть поменьше, ну и третий в конце, уже завершающий, потому что финиш нужно быстро закончить. То есть это некое иррациональное поведение. И давайте мы сразу с вами наведем порядок в формулировках. То есть есть иррационал, а есть и лентяи, и раздолбай, то есть это разные вещи. Иррационалы это люди, которые, скажем так, у них очень быстро меняется настроение, очень быстро переключаются между разными делами, работоспособность тоже в разные моменты разные. сложное такое понятие размер мысли, то есть это вот как у компьютера есть оперативная память, да, то есть оперативная память, она у нас вот у иррационалов и у тех, у кого есть такая частичка, она в целом небольшая, то есть вот какое-то гигантское дело туда не влезет. Вот иррационалы, они у себя в голове размещают, если вот я по-прежнему восхищаюсь этими людьми, какие-то гигантские теории, мысли, там все это очень стройно так выстраивается, у иррационалов зачастую нет. Ну, вопрос-то в том, что это ни плюс, ни минус, как есть. Да, Юля, пришлют вам запись вебинара, спасибо, что сказали. И есть некоторые стереотипы, которые у нас существуют в обществе. Сразу скажу вам, что быть иррационалом, либо с иррациональным некоторым частично характером, это нехорошо и неплохо, просто так есть. Соответственно, первый стереотип, который возникает, что раздолбайство, вот эта иррациональность, она лечится. На самом деле иррациональность, она врожденная, потихонечку, с годами уходит. Я на своем примере могу рассказать, я иррационал, очень ярко выраженный, и учиться в Бауманке, там, где все строго, все по полочкам, все правильно, еще на инженера, робототехника, было непросто. То есть, постоянно приходилось применять какие-то методики, постоянно приходилось искать менеджеры, простите, пожалуйста, искать некие способы тайм-менеджмента иррационального и не подходили. То есть, вот что-то не то было, вот прям вот что-то не то, к сожалению. Всегда чего-то не хватало, всегда я понимал, что, ну, что-то я не так, наверное, делаю, и я только сейчас, когда стал разбираться с этой темой, я понял, в чем смысл. Тогда-то я пытался себя конкретно переделать, вот сам себя, потому что мне говорили, что ж ты такой раздолбай, ничего у тебя не получается. На самом деле нет. На самом деле все ок. Второй стереотип, стереотип о иррационалах, это раздолбай не могут завершить начатое. То есть, говорят с иррационалом вы не можете завершить начатое. На самом деле, если иррационал научился жить со своими особенностями, то в целом прекрасно завершаю дела. Вот тут такой вот есть небольшой комментарий. Может быть, несколько позже дедлайна. Такое бывает. Давайте буду честен. Но в основном, в целом, я успеваю. То есть, есть некий внутренний таймер, который позволяет мне начать дело именно тогда, когда нужно его начинать. Я не знаю, как он работает. Я пока что пробую, пробую понять, но у меня не получается. И, как я понимаю, никто не может сказать, когда он конкретно работает. Просто запускается некий механизм, что сейчас нужно начать это дело. Если начинать заранее, к сожалению, не всегда получается. Иногда получается, иногда не получается. Если строго вот в этот момент, все прекрасно получается. Третий стереотип, что иррационалы не приходят вовремя. Если мы говорим про конкретное расписание из дня в день, каждый день, то в целом да, буду честен. не всегда. Если договорились, у меня как раз таки пунктик, что обязательно люди должны прийти вовремя. Я всегда прихожу вовремя, очень редко, там, раза два-три в год я сам опаздываю, но всегда стараюсь прийти вовремя, потому что я сам этого не люблю. Это некий, знаете, стереотип об иррационалах. Это те, кто опаздывает, наверное, просто не совсем в ладах со своим временем, со своим менеджментом, и им нужно в эту сторону посмотреть. Это не про иррациональность. Срывают сроки. Ну, в целом, если мы говорим про, наверное, раздолбаев, про лентяев, то, да, не умеют работать. Но это не то. То есть иррационал, он просто вот такой, вот ему так комфортно работать. А есть люди, которые венятся и ничего особо не делают, это не иррационалы. То есть им нужно немножко другое менять, а не причислять себя к иррационалам. Следующее разгильдяйство это плохо. на самом деле мое разгильдяйство периодически приносит мне прекрасные вещи, потому что если я сравнивал действительно то есть какие-то вещи я пробовал делать заранее, сидел, размышлял, думал, и количество идей я сравнивал, ну, плюс-минус. Понятно, что нельзя сказать, что это опыт некий научный, но для меня и для моих друзей, они тоже проверили, это сработало. мне получилось гораздо больше идей, если я делаю что-то не заранее, а вот прям накануне, конечно, когда время позволяет, я сижу спокойненько все это расписываю и успеваю как раз в срок, даже чуть-чуть заранее, потому что я научился, натренировал себя. Если сидеть и рационалу просто что-то думать, не работает так, просто не работает. К чему я все это рассказываю, понятно, что стресс может возникать, я себя загонял постоянно стресс, потому что нужно же как все, вот есть же тайм-менеджмент официально утвержденный, пожалуйста, есть, оказывается, что-то не согласующееся с реальностью, которая транслируется, не с тем тоже работающее, так что разгильдяйство не всегда это плохо. Шестое стереотип операционала, что это необязательные и ненадежные люди, на самом деле иррационалы, с кем я сталкивался, они в целом гораздо более обязательные, потому что я сам зачастую страдаю от проблемы с этим характером, который постоянно меняется вверх-вниз, 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 и мне наоборот гораздо комфортнее, если я что-то сделаю вот прям вот как надо, 100% на меня можно положиться, это для меня некий пунктик, то есть я стараюсь его обязательно выполнить, и многие иррационалы, кого я встречал, они действительно поступают точно так же, для них это пунктик, потому что им очень не хочется оскорбить людей, как-то задеть людей. И седьмой стереотип, иррационалам часто ставят синдром дефицита внимания и гиперактивности, особенно в детстве, на самом деле вот эта рациональность, которая есть, ее лечить вообще бессмысленно, то есть в целом это не заболевание, то есть это некая особенность, то есть я не, если смотреть по продуктивности, я не менее продуктивен, чем рационал, просто я по-другому работаю, смысла лечить этого нет, если вы оглянетесь на все вот эти стереотипы, то это про принятие себя, если вы у себя обнаруживаете такие какие-то черточки, вот эти вот иррациональности, это значит, что вам нужно себя просто принять и тогда стресса будет гораздо меньше, поверьте, потому что если мы все время живем в этом стрессе, он гигантский, с ним нереально жить, все стараются постоянно тебе рассказать, что ты какой-то не такой, ты неправильно планируешь, неправильно делаешь, на самом деле это все достаточно немножко по-другому работает. Наталья Владимировна спрашивает, есть ли какие-то методы определения рационал или иррационал, например, тесты. Наталья, смотрите, тут больше про некий ваш жизненный опыт, то есть если вы замечали за собой, что вам гораздо продуктивнее работается накануне, либо какие-то определенные даты, сроки, не когда вы поставили в календаре, вот с 11 до 12 я сажусь и работаю над этим, а просто влияние некого настроения, то это скорее некая иррациональная часть. Если вы говорите себе, что нужно сделать вот так и на некие задания вам не совсем важно смотреть, ну это про иррациональность. Смотрите, помимо тайм-менеджмента, как я уже упоминал, то есть одна из причин вообще стресса это иррациональность, потому что как дальше будет сказано у нас страна сама по себе такая, что все должно быть по правилам, не всегда конечно все выполняется, как говорится строгость законов, она компенсируется необычностью их исполнения. Весь наш мир сам по себе он в чем-то тяготеет к некой рациональности и стресс конечно возникает, хочу посоветовать вам в апреле будет тренинг прекрасный как раз таки по стресс-менеджменту всего на один денек, я сам учился, специалисты именно стресс-менеджменту, все остальное в других местах, а вот специалисты стресс-менеджменту не представляете, вышел потом и в целом как танк спокойный, ну и опять-таки это все дают онлайн, ведет, если нужно будет, как раз таки забьете стресс, стресс-менеджмент, либо стресс-специалисты на сайте, либо вот есть QR-код, можете тоже подергать, ведет прекрасная моя коллега Касимова Ирина Александровна, и в целом это как некое расширение того, что мы сейчас смотрим, потому что сейчас мы больше по верхам пробежимся, там, конечно же, более подробно будет, то есть на практике все это будете делать, сейчас немножко поменьше, конечно, практики будет, соответственно, будете там что делать, во-первых, это диагностика эмоционального выгорания, потому что мы работаем, 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 потом оказывается, что все плохо, все отвратительно, это был такой анекдот, картинка, сначала было очень весело и задорно, а теперь приходится искать психоаналитика, вот, то же самое, то есть вовремя нужно определить, что мы находимся где-то не там, это очень важный момент, понимание, где мы сейчас находимся, чтобы свернуть вовремя, второе, что будете изучать, это про мышление вообще в стрессовых ситуациях, потому что со временем можно научиться в стрессовых ситуациях прекрасно мыслить, вот я на своем примере тоже могу вам рассказать, я уже сколько, четвертый год, четвертый год занимаюсь самообороной, единоборствами, я никогда этим не занимался, был таким домашним мальчиком, и где-то через года два только я начал понимать вообще, что происходит, первое время было просто дико страшно, как только что-то происходило на тренировках, ну естественно со временем потихонечку я учился, 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 и даже сейчас в самых-самых стрессовых ситуациях, в которых мне было раньше очень страшно, стрессово, я оставляю за собой мышление, то есть я мыслю, мыслю по-прежнему, голова не выключается, то есть она продолжает работать, и это очень важный момент, чтобы в стрессе мы продолжали работать, вы знаете, иначе перемыкает что-то, и вот что делаем, зачем делаем, непонятно, просто каким-то образом делаем, ну естественно управлять своими эмоциями и уровнем эмоционального напряжения в конфликте, прекрасный тренинг, рекомендую, опять-таки в будущем, когда карантин снимут, наверняка вам пригодится все это дело, окей, риски и рационалы, чуть-чуть мы их рассмотрим, перейдем уже непосредственно потом к тому, что же делать и рационалам, как вообще составлять свой распорядок дня. Риски и рационалов, первый риск, который может быть, это оценка по редким событиям. Вообще, выбор целей и планирования, основанный на редких событиях, они должны учитывать высокую вероятность того, что некие наши условия для того, чтобы все реализовалось, то, что мы задумали, не сложится к той дате, которую мы установили. Возможно, то, что мы надумали, вообще никогда не сложится. Такое тоже бывает. И фактически рационал находится в состоянии такого игрока, который может выиграет, а может не выиграет, непонятно. То есть, мы всегда оцениваем то, что происходит по неким редким событиям. если рационал, он сначала сел, все расписал, собрал статистику, изучил, то и рационал, ему проще ввязаться сразу в бой. И вот он ввязался в этот бой, а практики нету, опыта нету, ничего не изучал, все. Ну и, соответственно, приходится как-то выкручиваться. Это один из рисков. Второй риск, это риск импровизации часто слышал о том, что подготовка не нужна, нужно просто взять и пойти и сделать. Вместе с тем, вот вчера как раз выпустил курс по ораторскому мастерству и постоянно твердил слушателям, что подготовка это 40% успеха, без нее вообще никуда. Даже в ораторском искусстве, которое вроде как кажется таким достаточно импровизационным, на самом деле нет. То есть, для того, чтобы все четко сработало, нужна подготовка. Иррационалам проще, но я сейчас пойду и бежусь в драку, а там посмотрим. И в целом, зачастую иррационалы оказываются правы, потому что вот эта вот интуиция, импровизация, она у них сильная сторона. Однако, вообще, любая импровизация, она чревата высокой вероятностью ошибок вот каких-то маленьких, так и в целом общей неудачей. Ну, то есть, импровизация, это всегда некий риск. Третий риск, это риск быстрой оценки. У оценки по неким быстрым событиям есть не только проблема низкой частотности, то есть, мы что-то одно увидели и сразу принимаем решение, что это вот так вот есть. Но не всегда это так. Есть такая особенность, что психологические иррационалы, они вообще склонны переоценивать значение событий. Очень велика вероятность, что через пару дней оценка станет более скромной. То есть, иррационал что-то увидел, ему захотелось сразу резко, и он такой, ааа, классно, я хочу эту машину, буду на нее работать. А завтра уже не машина, а квартира, мотоцикл, телефон, все что угодно. То есть, быстрая оценка захотелось, нужно. Вот это сюда, вот это сюда, вот это сюда. И таким образом особо ничего и не делается. Четвертый риск, так называемый риск перепланирования. В чем суть? Вот эти вот постоянные иррациональные перепланирования, они вносят достаточно большую вероятность ошибки того, что мы делаем. В каком-то сложном проекте, в любой семье существует большое количество сторон, которые друг с другом каким-то образом сотрудничают. И постоянные переносы событий, каких-то дат, они провоцируют появление конфликтов и вообще срыва работ. Ну, то есть, хочется поехать вот сюда летом, потом оказывается, что не хочется, хочется куда-то в другое место. Таким образом, все, 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 все туда-сюда скачет. Светлана спрашивает, а существует ли смешанный тип? Светлана, смотрите, мы все смешанный тип, то есть, если мы найдем человека, который полностью рациональный, то это очень сложный для общения человек и очень сложный для жизни для него, потому что он все планирует, это человек, который планирует вообще все. если мы говорим про иррационалы открытого, то это какой-то электровеник, который постоянно куда-то бегает лево-право, не может на чем сконцентрироваться, соответственно, у нас у всех есть что-то среднее. Алла Борисовна спрашивает, как избежать этих рисков, как раз-таки мы к этому и идем. Нет, планировать это неплохо, вопрос в том, когда. Смотрите, то есть иногда планировать не нужно. Вот смотрите, бывают такие примеры, когда все планируешь, уходит некая радость в чем-то. То есть я знаю сто процентов, что будет вот так. Наша жизнь, она во многом интересна тем, что в ней много необычного. И ну вот представьте, что какую-то первую встречу с человеком, который вам очень нравится, вы планируете вообще весь ваш разговор. Я таких людей тоже встречал за время работы психологом и с тревогой люди такие приходят, потому что а потом уже неинтересно, потому что вот я все запланировал, что я там на 33-й минуте свидания возьму девушку за руку, потом мы пойдем в такой-то ресторан, я закажу там лапшу вот такую. Не всегда нужно все планировать, то есть есть моменты, которые планировать не стоит. Возможно для вас это будет достаточно очевидной вещью, тем не менее существуют такие люди, которые хотят все планировать, это физически невозможно. Юлия спрашивает, а тайм-менеджмент для рационалов будет в вашей интерпретации? Да, мы как раз будем сравнивать рационалов и иррационалов, вы посмотрите, он там будет, чтобы вы понимали вообще в чем разница. Окей, проблемы, какие могут возникнуть у иррационалов? Нет настроения, это стандарт, просто сидишь и думаешь, нет настроения, точнее оно то есть, то нет, то есть, то нет, и либо мы сами его создаем, либо функционируем в те моменты, когда это настроение у нас есть. Второе, сложно завершить дело, потому что если вспомните первый слайдик про иррациональный, у нас вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Татьяна, вебинар рассчитан до 17 из 10, будет перерывчик, если не успеете, либо что-то не досмотрите, будет запись. Сложно завершить дело, вообще за начальный некий энтузиазм и быстрый старт приходится плачить мучениями, вот просто мучениями в конце нужно заканчивать, это ужасно. Эрик пишет, мне кажется, что настроение может и не быть и у рационалов. Да, действительно, это так, вопрос в том, кто как заканчивает и в какие моменты функционирует, то есть я не могу функционировать как рационал, вы сейчас посмотрите, там будет списочек рациональных техник, он мне вообще не подходит в принципе, приходится выкручиваться. Третья проблема, это отвращение к длительным рационально структурированным занятиям, типа учебы и рутинной работы. Еще раз напомню, что есть люди, которые просто ленятся, либо у них не хватает мотивации, то есть они не понимают, зачем им это нужно, вот именно конкретно это действие. И рационал, у которых это нормально абсолютно, некая учеба, которая рутинна, если мы не берем нормальную учебу, построенную именно по определенным законам, которые тоже есть. Я вспоминаю своего любимого преподавателя математического анализа из университета, он выходил к доске и на аудиторию в 100 человек начинал спиной к нам что-то рассказывать, как будто я сейчас с вами беседую вот так вот тихонечко-тихонечко. И нам необходимо было это все каким-то образом услышать, то есть это про то, что мне это не нравилось. И в целом, если хотите как-то иррационал наказать или проманипулировать, можете посадить его за некоторую рутинную работу. Не вся учеба она плоха. Вопрос в том, как людей учат. Это разные абсолютно моменты. Четвертое. Проблема с реализацией больших или бесконечных проектов. Что значит бесконечный проект? Допустим, это запуск некой программы, вот допустим, на примере Windows, на примере Office. Эта программа была один раз написана, а потом она идет и развивается. Она до бесконечности развивается, вот десятый Windows, потом еще какой-то появится и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все это идет, развивается, оно бесконечно. Нет какого-то конца, то есть какой конец у Windows, а никакого. Это некое развитие, то есть мы постоянно совершенствуем наш продукт. Постоянно. и вот эти проекты рационалам в большинстве своем они не совсем интересны. В целом, если мы их как-то разобьем на маленькие кусочки, на маленькие кусочки, то вы сразу поймете, каким образом вам будет проще жить. То есть будут какие-то кусочки рациональные, какие-то иррациональные, вот с ними можно будет работать. Если мы говорим про пункт номер 5, это внезапно заканчивающееся внимание. Оно просто берет и заканчивается само по себе и в целом вернуться к нему достаточно сложно бывает. Окей. И шестая проблема это первоначальное завышение значимости и последующие разочарования. То есть сначала влюбляемся в какой-то проект, потом к нему идем, 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 потом все это падает. И очень важный момент, еще раз повторюсь, вот Лариса Владимировна пишет, это лекция про методы борьбы со стрессом. Да, Лариса Владимировна, это лекция по методу борьбы со стрессом, потому что я сейчас разбираю одни из основных способов того, как можно функционировать адекватно и того, что является причиной стресса. Я не хочу давать конкретные методы сразу, потому что нужно сначала понять вообще, что происходит, а потом уже с этим разбираться, иначе толку никакого не будет. Окей, профессии, в двух словах, иррациональные профессии, в основном, я не говорю, что все прям люди, которые там работают, они иррационалы. пожарные спасатели, потому что постоянно нужно что-то делать необычное, все время что-то новое, странное. Сюда же медицина относится, потому что если вы спросите любую бригаду скорой, что у них происходит на вызовах, ни одного похожего случая нет, все время все разное. Дизайн, проектирование, журналистика, маркетинг, реклама, реставрация, торговая недвижимость, все это относится к иррациональным профессиям. Все время что-то новое, все время. Рациональные профессии это бухгалтерия финансы, логистика и торговля, охрана, безопасность, транспорт, общественное питание, статистика учета, управление недвижимостью, то есть что-то, что нужно делать каждый день. Понятно, что в том же маркетинге существуют некие процессы, связанные с тем, что в том же инстаграме каждый день нужно делать пост. Ну вот стабильно есть минимум один пост, кто-то говорит два, кто-то говорит три, кто-то раз в два дня, у всех разные походы, но некая структура общая, именно рациональная, постоянная, она есть, в этом нет ничего страшного. И какие же ошибки-то возникают у иррационалов при этом, при всем? Наталья спрашивает, HR иррационалы, слушайте, там скорее смесь какая-то, потому что смотря, чем занимается HR, то есть если мы берем именно чистого HR, потому что у нас HR это человек, который делает все, вот просто все, то есть по идее от обязанностей HR необходимо отделить TND, то есть человека, который занимается обучением, потому что TND это во многом иррациональная вещь, с рациональным, потому что там необходимо четко планировать бюджеты. Давайте, может быть, мы с вами в перерывчике это обсудим, и вот как раз Юлия написала вопрос, Юлия, я боюсь, что не смогу, в перерыве обсудим, если не заражаете. Прочитаю ваши вопросы, в перерывчике все вам расскажу, вернемся. Типовые ошибки иррационалов. Мы зачастую, иррационалы, давайте я так скажу, что планируют вообще свою деятельность на максимальной производительности, то есть я посмотрел, ого, как классно-то прям понеслось, вот это дело пошло, 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 замечательно, значит я все время буду так работать, оказывается, что нет. Но я смотрю, вроде идет дело быстро, я пишу, допустим, две страницы в час какого-то интересного текста, необычного. Пример взялся с головы. Я поэтому и планирую, что вот я, значит, и дальше буду писать две страницы в час, значит, за 8-часовой рабочий день я напишу 16 страниц, а вот нет. Потому что все время есть вверх, низ, верх, настроение идет вверх, низ, вверх, низ. Хочу заняться каким-то другим делом. Я засиделся, у меня браслет жужжит о том, что мне необходимо встать, пройтись. Я пошел, прошелся, взял гирьку, взял гантель, потягал их, занимался спортом. Потом мне захотелось поесть, потом мне захотелось еще что-то посмотреть. То есть, если я буду планировать по вот этой максимальной производительности, ничего хорошего из этого не выйдет. Попытки управлять настроением. Настроением очень сложно управлять для иррационалов. Просто не хочется и не пишется и не делается. Поэтому либо вы выясняете, прям составляете список событий, список вещей, которые доставляют вам некое удовольствие и поднимают вам настроение. То есть, кому-то поднимает настроение кусочек шоколадки либо какой-то вкусный чай. Вот, пожалуйста, настроение падает, съели чуть-чуть шоколадки, чай, возможно, погладили кошку, сходили погуляли с собакой, позвонили близким и родным, любимым. Все что угодно, у всех свои пункты. И этому настроению его можно немножко иногда поднимать, ну, либо просто следовать. То есть, это корректное решение, достаточно рабочее. Тут сразу вылезают такие вопросы, что как же я тогда все успею? Ну, это вопрос планирования. Следующий слайд как раз и будет про то, как планировать вообще иррационалом. Третий, не замечают конца пика работоспособности. Ну, то есть, как только вам просто отвратительно делать, вообще весь интернет всегда говорит, ну, вы же давайте еще делайте, вы же просто ленитесь. На самом деле не всегда. Ну, просто вот нет настроения. Попробуйте, переключитесь, наберитесь энергии в том же спорте. Написали несколько страниц текста, текста переключились, позанимались спортом, потом опять вернулись. Тоже прекрасно работает. Отказ от другой деятельности в попытках заставить себя заниматься выбранным. То есть, берете, выбираете что-то одно и им занимаетесь. На самом деле нет. Иррационал человек, который прекрасно занимается одним, потом сменил на второе, потом сменил на третье, это очень важный момент. Ну, то есть, если будете пытаться все это контролировать, ничего хорошего из этого не выйдет. Вы только будете себя еще глубже загонять в стресс, потому что нужно все время одно делать. На самом деле нет. Еще одна ошибка. Планирование равномерного и последовательного действия. Если вспомните, первый слайд про иррационалов как раз таки был в том, что иррационалы у них ровненько, иррационалы пиками. И мы как иррационалы, давайте я так мы скажу, в любом случае необходимо вводить некие временные рамочки и временные вот эти вот пункты, чтобы что-то делать между разными делами. Это, знаете, какой-то лаг времени. То есть, у меня есть запас между каждыми делами, есть 5-10 минут, чтобы, если что, я мог взять оттуда времени немножко, либо добавить к какому-то еще делу, всегда должен быть какой-то небольшой запас. Я найду, чем его заполнить, об этом сейчас как раз таки расскажу. Планирование жестких привязок работ к определенному времени. Корректное решение это минимизация жестких привязок. Для меня самым рабочим способом оказалось составление двух списков дел на день. Первый список это дела, которые действительно жестко привязаны ко времени, потому что мы все с вами живем в таком мире, что давайте будем объективны, какие-то встречи зачастую их нельзя перенести, созвоны, мы это ставим на определенное время, допустим, 11.00, и мы фиксируем это как что-то недвижимое, что стоит на одном месте. Между этими делами существует определенный промежуток, и вот в эти промежутки вы можете напихивать из второго списочка дела, которые не имеют конкретной временной привязки. То есть есть список дел с конкретной временной жесткой привязкой, и есть список дел, которые нужно просто сделать за день. Плюс-минус какие-то, то есть вынести мусор, наверное, за день он не сильно испортится, конечно, мы не должны до этого доводить. Постирать белье, что-то еще сделать по дому, это не всегда жесткая привязка. И так нам гораздо проще, потому что я смотрю, у меня жесткое что-то на 11, на 14 и на 17. Между ними есть промежутки. Я в эти промежутки засовываю то, на что у меня есть настроение. Потому что я смотрю списочек дел, которые не привязаны. Ага, значит, это не хочу, это не хочу, а вот это хочу, сейчас сделаю. И потом следующее сделаю, насколько времени не хватает. Я же примерно понимаю, сколько это у меня займет. И таким образом прекрасно получается планировать, потому что разбивать, что я делаю все свои дела прямо по порядку, для иррационалов это не работает. Так скучно, неинтересно и вообще грустно. Следующий пункт, следующая ошибка, это попытки быть рационалом. Ну, предъявите, что у вас возникают иногда какие-то моменты, которые связаны с тем, что вы иногда можете быть иррациональным. Ну, и постарайтесь, конечно, не брать на себя что-то рациональное, а делегировать это. Тут вопрос в том, что вам нравится, то есть, если вам это нравится, если вам нравятся какие-то дела, связанные с рациональным, делайте, это прекрасно, потому что я, ну, практически чистый иррационал, но у меня есть некие увлечения. я несколько лет назад, по крайней мере, я сейчас подзабросил, несколько лет назад я занимался вот этой бисероплетением, деревья, вот эти все, вел очень медитативные занятия, когда спокойно сидишь и за вечер там что-то вот делаешь, там одну бусеринку, вторую бисеринку, вторую, третью. Очень медитативно, то есть, это больше прорационально, и сидишь, нанизываешь, нанизываешь, собираешь какие-нибудь пазлы, что-нибудь подобное. В целом, прекрасная штука, мне очень нравится. Это прорациональность, внесение каких-то корректив в тексты, тоже люблю проверять. Мне это нравится, я не собираюсь от этого отказываться, только потому, что я иррационал. Зачем не лишать того, что мне нравится? И, наконец-таки, что же делать? Смотрите, есть классические приемы тайм-менеджмента, но и у них есть некие альтернативы для иррационалов. Первое, вообще, что рекомендуют в соответствии с тайм-менеджментом, вы выделяете 60% времени на какие-то плановые работы, 20% просто закладываете на непредвиденные, вдруг там что-то упало, что-то сломалось, такое всегда может произойти. И еще 20% это некие спонтанные то есть, потому что сломалось, значит, из-за этого сервер сломался, программы слетели, и придется что-то все переделывать. Продолжение следует... Второй прием необходимо постоянно фиксировать затраченное время. Вот сейчас мы с вами начали вебинар, и получается, я постоянно смотрю на время, чтобы мы с вами везде успели, чтобы у вас был перерыв, чтобы все было правильно и нужно. То есть, в целом, я постоянно это должен фиксировать. Значит, у меня вебинар идет вот столько-то, потом подготовка к нему заняла вот столько-то, все нужно фиксировать. Это очень хорошо укладывается на ту же работу в офисе, на какие-то вещи, которые стоит проконтролировать, потому что время – это деньги. И если мы понимаем, что вот этот работник вот так вот работает, у него такая производительность, все замечательно, можно посчитать. А у иррационала у него настроение. Соответственно, постоянно контролировать, сколько у меня времени ушло вот на это, я не могу, потому что я какие-то дела разрываю по времени, я не занимаюсь ими постоянно. Когда я готовился к сегодняшнему тренингу, то есть, написал я уже давно достаточно этот семинар, получается, подготовка в любом случае нужна, я готовился непостоянно. То есть, я сел, прочитал пару страничек, пошел, потягал гирю, гантели, подумал, значит, вот здесь нужно вот так сделать, пошел что-нибудь еще по дому, поделал, вернулся, то есть, это вот всегда вот так вот туда-сюда. И жестко поконтролировать, сколько же я времени на это потратил, это я с ума сойду, пока я все запишу. То есть, смысла никакого нет, я сделал все вовремя, все замечательно, все прекрасно, все, понимаете, то есть, это про некие вещи, за которые себя корить не стоит, в принципе. Просто следите за настроением, переключайтесь. Вы же сделали дело? Сделали. А какая разница, как вы его сделали? Вообще нет никакой разницы. Классический тайм-менеджмент, третий прием. Для составления хорошего плана с четким указанием использованного времени, необходимо распределить свои задачи на краткосрочные, допустим, в течение дня смогу сделать среднесрочные в течение недельки, и долгосрочные это план на год, допустим. Для рационала важно, чтобы до срока, который вы себе поставили, вы успели сделать достаточное количество успешных подходов к задаче. Ну, то есть, подходите, сделали еще пару страничек, потом еще пару страничек, то есть, вы примерно понимаете, что для того, чтобы вам закончить этот проект, нужно сделать, грубо говоря, из вашей же практики 10 подходов. Вот вы берете и на всякий случай закладываете 11-12, 11-12 прекрасно. Вам не нужно планировать какие-то долгосрочные, краткосрочные, среднесрочные. Понятно, что прекрасно, когда у вас есть глубокая цель, именно, которая вас ведет вперед, это некая миссия, что-то больше, чем просто пойти покушать, что-то посмотреть на диване. Я очень надеюсь, что у вас есть такие цели, что-то более важное, семья, дети, что-то еще. Имейте в виду, что это действительно вдохновляет, то есть, я не призываю вас отказаться от долгосрочных целей, просто немножко планируйте по-другому свой день. Основные принципы составления плана это регулярность, системность и последовательность, то есть, каждый день с утра вы встаете и этот план заполняете, составляете, план на день либо с вечера. Тоже прекрасно работает, в целом, большинство рационалов его не выполняет, но планируйте, исходя из того, что у вас будут пики и провалы в работоспособности, то есть, запас по времени у вас всегда должен быть, чтобы не опоздать. Для обеспечения реальности планирования следует планировать такой объем задач, с которым менеджер либо любой человек может реально справиться. Не рассчитывайте на равномерную работоспособность. Здесь, опять-таки, все из вашей практики, то есть, вы примерно понимаете, что вот столько-то времени у меня займет делать это дело. Я обычно еще накидываю сверху процентов 10 по времени, и тогда все прекрасно укладывается. Упорядочивание заданий, умение вовремя переключаться между задачами, приоритеты, перепоручения, то есть, это на самом деле важно, если вам, ну, просто никак не получается выполнять некие обязанности, которые идут постоянно одни и те же. Допустим, я не зря упомянул выкладывание постов в Инстаграм, некая постоянная деятельность, я ее стараюсь делегировать, потому что я это не люблю. Я периодически могу это сделать, у меня, когда у меня настроение появляется, я это могу сделать, когда нет настроения, постоянно, каждый день, в 10.00, я должен это делать. Я так не могу. Плюс-минус все время меняется, я, когда настроение есть, я просто кучу постов запихиваю с автопостингом, они вылезают в нужное мне время, и я больше туда не лезу. Предпоследний момент. Контроль учета выполненного. Контроль настроения должен быть. Просто следите. Чем больше вы это настроение отслеживаете, то есть, это знаете, вот настроение у иррационала, который только-только начинает, что-то вообще непонятное. Как только вы начинаете его отслеживать, вы уже можете хоть как-то на него влиять и контролировать. Вы уже начинаете с ним жить. То есть, не про то, что я человек настроения, вот мне сейчас в голову взбредет, и я покину вебинар, пойду заниматься какими-то другими делами. Конечно, нет. То есть, я свое настроение контролирую в любом случае. И последний момент, который поможет вам как раз-таки распределять ваши дела, помимо вот этой таблички, он одинаков, что для иррационалов, что для рационалов. Разделение задач на срочные, несрочные, важные, неважные. Кто-нибудь из вас, напишите, пожалуйста, плюсик, если слышали про так называемую матрицу Эйзенхауэра. Так, плюсы пошли. Отлично. Отлично. Коллеги, смотрите, кто знает, я думаю, что вы будете еще раз рады услышать. Кто не знает, я вам сейчас расскажу, что это такое. Матрица Эйзенхауэра. Мы разделяем все наши дела на четыре части. Если вы посмотрите, у вас сейчас перед глазами вот такой вот прямоугольничек, и там есть колонка срочные дела, несрочные дела, линия, важные, неважные. и получается, что на пересечении вот этих вот колоночек и линий мы получаем определенные квадранты. И в зависимости от того, какое у нас дело, мы начинаем его делать в определенном порядке. То есть, первым мы делаем дело, которое у нас находится в квадранте номер один. Это важное и срочное дело. То есть, видите, он на пересечении находится. По идее, это дело, которое уже горит по полной программе, но нужно срочно, срочно, срочно его сделать. То есть, мы уже все сроки профукали. Оно очень срочное, важное. Делаем прямо сейчас, все выбрасываем остальное. Второе, это важное, но не срочное дело. То есть, после того, как мы закрыли важные и срочные, по идее, их вообще не должно возникать. То есть, это, если у вас возникают такие дела, это значит, что есть некие недостатки планирования. Вам стоит в эту сторону посмотреть и подумать над ними. Соответственно, вы разобрались с квадрантом номер один, переходим к квадранту номер два. Это важные, но не срочные дела. Мы их делаем во вторую очередь, потому что, если мы их не сделаем, у нас сгорят сроки, и получается, они сразу же попадают в квадрант номер один. Важные и срочные. Поэтому лучше их сделать заранее. Третье, что мы делаем, это неважные, но срочные дела. В принципе, почему бы и нет, почему бы их не сделать, но, конечно же, лучше сначала разобраться с важными. Ну и четвертое у нас, это несрочные и неважные. Это всякие игрушки, которые ни к чему не приводят, никакие, ну, иногда поиграть, конечно, можно, я не призываю вас полностью отказаться игр компьютерных, настольных, любых. Это все-таки некий интересный элемент у нас в нашей жизни. Тем не менее, если вы посмотрите на матрицу, то заниматься ими нужно, по идее, в четвертую очередь, несрочные, неважные дела, потому что ничего конкретно в нашу жизнь глобального они и не привозят, не приносят. Сама по себе матрица, если хотите потом сфотографировать, либо заскринить, она выглядит таким образом, с некими рекомендациями. Срочно и важно, нужно сделать немедленно, сделать при первой возможности, это не срочно, но важно. Третий пункт, срочно, но не важно, делегируем. Отложите и забудьте, это пункт номер 4, не срочно и не важно. Как-то так. То есть, если мы говорим про наш рабочий день, то в целом четвертое, это скорее какой-то отдых, не связанный с работой. То есть, если мы поиграться хотим, ну вот, пожалуйста, можно поиграться. Но когда-нибудь после того, как мы сделаем все основное и все важное. Коллеги, я предлагаю сделать 10-минутный перерыв. За это время я отвечу на вопросы, которые возникли. Я вас жду в 15 часов 30 минут. Так, пока что отвечу на вопросы. Юлия пишет. Скажите, пожалуйста, как решить такой вопрос? Мне нужно выучить много информации, чтобы подготовиться к собеседованию. Я учу, но через неделю забывала, что выучила ранее. И мотивация учить новая пропадает. Получается, что нужно всю неделю повторять то, что учила на прошлой неделе. Как решить проблему? Смотрите, здесь в этом плане помогает некий план, вообще, как вы это будете учить. И план того, как вы будете рассказывать. То есть, учить прям информацию наизусть, естественно, вы, скорее всего, ее забудете. Потому что наизусть очень сложно учить. Это нужно специально готовиться, специальные техники применять. Если мы говорим про какую-то общую информацию, то вы составляете план, и к каждому плану у вас есть небольшие абзацы. Ну, то есть, из серии тайм-менеджмент и рационалов. Основные пунктики. Раз, два, три, четыре, пять. Тайм-менеджмент рационалов. Раз, два, три, четыре, пять. Вы кратко это записываете, а потом начинаете про это рассказывать. Понятно, что мотивация у вас будет падать, потому что бесконечно учить одно и то же смысла никакого нет. Можете использовать тот способ, который я вам сказал. Во-вторых, что вы можете использовать? Есть абсолютно разные способы вообще запоминания информации. Давайте я сейчас вам скажу, как это называется, чтобы вы поняли. Есть такая штука, называется конус опыта Эдгара Дейла. А, вот Юлия пишет, что это закон, и нужно учить наизусть. Вот посмотрите, в интернете пока что есть время, конус опыта Эдгара Дейла. Я вроде не соврал вам. Эдгара Дейла, все верно, да. Что это такое, зачем это нужно? Конус опыта показывает нам, какую информацию и как мы воспринимаем. То есть если вы просто читаете, вы запоминаете примерно процентов 10 информации. Если вы это слушаете, это 20 процентов информации. Если мы идем вниз, то есть самое лучшее запоминание, простите меня за такое слово, запоминание, не совсем корректное, лучше всего вы запомните, если будете это кому-то рассказывать, сделайте какое-нибудь обучение. То есть попробуйте, как только вы это выучили, хотя бы один закон небольшой. Начните с маленького, вспомните, что я вам говорил. Начните с маленького и расскажите его своими словами, попробуйте, для начала, просто даже самой себе в зеркало. Потом можете рассказать близким. Потом уже потихонечку начните добавлять деталей. То есть вы рассказали примерно, у вас появился некий скелет. и этот скелет вы потом начинаете на него чтобы наращивать, наращивать, наращивать и потихонечку, потихонечку наращиваете. Таким образом у вас все выстраивается. Начните с постепенного, потому что вы сразу беретесь за что-то такое глобальное и очень большое. Как я понимаю, законов много, поскольку вы пишете законы. Понятно, что наизусть выучить огромное, огромное, огромное количество информации очень сложно. Делайте потихонечку и рассказывайте кому-то. Рассказывайте, рассказывайте, пробуйте помимо рассказов составлять какие-то вещи, записывать видео, расписывать это так, как вам удобно, на листке бумаги, составляйте карты памяти, mindmap так называемый, карта ума их еще иногда называют. просто используйте другие способы, то есть если способ зубрежки у вас не работает, используйте другие. Я лучше всего воспринимаю информацию, если я с кем-то поговорю на эту тему, то есть я прямо беру знакомых и начинаю приставать, давай я тебе расскажу и начинайте рассказывать. Желательно, конечно, чтобы это был хороший знакомый, который с вами по этому поводу побеседует и даст вам какую-то обратную связь. Скажите, пожалуйста, я ответил на ваш вопрос или что-то нужно уточнить Юлию? Ага, вы попробуйте вот так вот, то есть в целом эта методика она работает гораздо лучше. Попробуйте, надеюсь, что у вас получится. Спасибо за такой вопрос. Сергей пишет, как избавиться от устойчивых негативных мыслей, связанных с неадекватным поведением некоторых окружающих, если с ними нужно общаться? Смотрите, Сергей, во-первых, но мы частично ответ на ваш вопрос увидим чуть попозже, это про отношение к миру, отношение к этим людям, воспринимайте их как, ну вот, если вы не, вы же не сможете ничего с ними сделать, вот, вот, ну не можете, если вы можете с ними сделать, да, нужно, понятно, что это без рукоприкладства, без вредительства, поговорить, рассказать, что происходит, почему вам это неприятно, если вы можете это сделать, почему бы и нет, поговорите, если вы не можете на это повлиять, тогда это уже будет работа именно ваша внутренняя, ну, то есть, нужно будет работать в направлении того, что вы не можете их изменить, вот, просто подумать, я не могу их поменять, зачем я пытаюсь это сделать постоянно, ну, вот, вот не могу просто, эти люди не хотят меняться, они не слышат моих слов, не видят необходимости, попробуйте вот в этом направлении посмотреть, для начала попробуйте с ними поговорить и понять для себя, то есть, вот, вы сможете нам уточнить, написать в чатике вообще, что значит неадекватное поведение, вот, что вы под этим понимаете, как вы это вот расшифруете, Сергей, с вашего позволения, пока вы пишете, а, вот, вы написали необоснованный негатив, сплетни, смотрите, необоснованный негатив, сплетни, уточните, это люди ниже вас по социальной лестнице, по карьерной, выше, одного уровня, или, возможно, это на работе, в личной жизни, как это? Вы пишете, что все по-разному, смотрите, если мы говорим про тех, на кого мы можем повлиять каким-то образом, то есть, это люди либо равны нам, вот, по этой карьерной, социальной лестнице, либо те, кто не вижу, то есть, понятно, что мы не будем приходить и орать на ней, что-то делать, какие-то неинтересные вещи, не соответствующие закону, то есть, тут стоит поговорить, причем озвучивать некую реальность, вы озвучиваете, что следующее, я вижу, либо я слышу, что ты говоришь вот это, па-па-па-па-па-па-па, то есть, вот конкретно прям говорите, что озвучивают, мне это не нравится, и я прошу впредь тебя этого не делать, ну, то есть, у нас не принято так в обществе, что можно поговорить, как-то озвучить, и где-то процентов 60-70 случаев это прекрасно работает, потому что человек, он начинает смотреть, вот, со мной поговорили, все ок, это первое, что можно сделать, просто поговорите с людьми, потому что у них, может быть, даже нет такого, нет такой мысли вас как-то обидеть, либо что-то еще сделать, то есть, тут ситуация, на самом деле, спорная, нужно в ней поковыряться побольше, и суть-то в том, что вот этот стресс от этого, какие-то мысли негативные, устойчивые, тут нужно посмотреть, вот вы можете сделать некоторые вещи, то есть, вы можете, от вас зависит, вы поговорите с ними, и если это не поменяется, то придется каким-то образом с собой поработать, чтобы на вас это не влияло, вам нужно найти, что-то в противовесе, то есть, что-то, что будет вам давать в жизни какую-то энергию, что-то, что вам будет доставлять радость, это, возможно, какие-то люди близкие, которые вам будут говорить что-то противоположное, если негатив не уходит, вот таким образом, если вы вынуждены по каким-то причинам работать вот в этой вот обстановке, старайтесь находить что-то, что перевесит, как с весами, знаете, вот весы старые, которые ходят, несколько половинок вверх-вниз, вот тут то же самое, если перевешивает негатив, положите что-то в позитив, потому что, вот если вы избавитесь от устойчивых негативных мыслей, как вы написали, свято место пусто не бывает, нужно что-то на их место положить, либо как-то равновесить, вот самый простой способ найти тех, кто будет вам говорить, что вы хороший, это классно, правда, это работает. Пожалуйста, если что, пишите. Так, коллеги, у нас сейчас будет уже начинаться, Жбанов Алексей и Куликовская Ирина Васильевна написали. Позже рассмотрю ваши вопросы, потому что сейчас мы просто не успеем, поскольку 15.30 я обозначил окончание перерывчика. У нас будет несколько самостоятельных работ, в принципе, в течение их, если вы не против, я смогу разобрать ваши вопросы. А сейчас на часах 15.30 минут, и давайте тихонечку начинать. Итак, приемы иррационального тайм-менеджмента. Что же вы себе сможете взять в конкретную работу? Во-первых, составляйте многочисленные удобные напоминалочки. Наверняка многие из вас знают клейки и стикеры. Это прекрасно работающая вещь. У меня часть стола ими заклеена, потому что это удобно. Я составляю напоминалки, я их пишу, прикрепляю. До карантина, когда мы проводили тренинги, все очные тренинги у меня тоже с ними проходят, и все вопросы от слушателей я всегда пишу на эти клейкие листочки и прикрепляю к доске, чтобы они не потерялись. Это очень важно. То есть создавайте себе напоминалки таким образом, как вам удобно. Мне прекрасно заходят вот эти вот листочки. Второе. Фиксируем идеи и планы. Мы всегда фиксируем. Почему? Потому что они иногда забываются. То есть идет генерация некая. Ой, вот этого хочется, и этого хочется, и этого, и этого, и 500 идей, и при этом не всегда все выполняется, конечно. Но идеи – это такой очень хороший пункт, по которому иррациональное мышление иногда превышает рациональное. Потому что иррационал набросал 500 вариантов, и ни один из них не сделал. Но он 500 набросал. И эти потом можно воплотить другими силами. То есть это генерация идей. И всегда фиксируйте. Неважно, сделаете вы их или не сделаете. Просто зафиксируйте. Составить список дел, которые никогда не нравятся. Для понимания, чтобы вы поняли вообще, что вам никогда не нравится, и что по-хорошему бы можно делегировать, и что попадает в некую зону риска. То есть если вы это делегировать не можете, закладывайте большой объем времени на то, что вы просто не будете это делать до последнего момента, обязательно закладывайте. Неприятные дела нужно делать, когда нет настроения. Очень спорный момент для многих. Я объясню сейчас почему. Если мы делаем неприятные дела, когда у нас есть настроение, то настроение очень быстро уходит. Ну вот просто оно есть, и неприятное дело, оно исчезает в мгновение ока. Таким образом, мы свою продуктивность просто выбрасываем. И опять-таки, получается, что мы ничего не делаем. Если мы следуем правилу, что неприятные дела делаем, когда нет настроения, ну, будет непросто поначалу, да. Тем не менее, к этому можно привыкнуть. Пятое. Следим за перепадами настроения. Про это я уже очень много раз сказал, что очень важно за этим следить. Шестое. Гибкое расписание. Гибкое расписание, я вам озвучил пример. То есть, для меня это очень хорошо подошло. Когда есть список дел фиксированных, есть нефиксированных. И я их перемешиваю по своему усмотрению в течение дня. Все. Это как я захотел, так и перемешал. Соответственно, у вас может быть какой-то другой способ. Подбирайте под себя. У всех свое. Я вам могу рекомендовать вот то, что я делаю. Мне очень подходит. Гибкий список дел. То же самое. У вас вот эти вот 500 миллионов идей, которые в пункте номер два, они могут быть записаны, и вы оттуда берете, что вам нравится. Все. Это нормально. Часто корректировать планы. Тоже нормально абсолютно. Имейте в виду, что это для иррационального подхода, это нормально. Но. Но. Смотрите. Мы говорим про некий все равно результат. То есть результат нужно получить. Неважно, каким способом мы пришли к нему. Важно получить результат. Поэтому имейте в виду, что если у вас есть корректировка планов, это нормально. И не обязательно ее делать вот именно один раз в день. Четко по расписанию. Захотелось, подкорректировали. Список конечных целей. Если мы не знаем, куда мы идем, то мы туда не придем никогда. Поэтому, если вы уходите в чистое поле, у вас всегда должна быть конечная точка. Всегда. Абсолютно. Следующее. Ставить не только срок, но и много напоминающих промежуточных сроков. У меня постоянно стоят напоминалки. То есть у меня за час напоминалка, за полчаса и за пять минут. И она выскакивает с телефончики, такой вот в окошке. Все ок. Серия напоминалка выскачала. Я посмотрел, все замечательно. Не забыл. Я благодаря этому всему, то есть сначала я все время все забывал, но поскольку я это ставил, у меня уже появляется некая, ну не то что интуиция, наверное, это будет некорректно говорить, некое понимание того, понимание времени того, что через 10 минут будет какое-то важное для меня событие. Все, я это понимаю. Мне уже столько напоминалок не нужно. Но я по привычке ставлю. Так есть. Следующий пункт, следующий прием рационального тайм-менеджмента стараться убрать жесткие привязки по времени. То есть если они у вас есть, помните, я говорил 20% от всего дня, если это возможно. Если невозможно, то старайтесь минимизировать, вот как у вас день идет, старайтесь минимизировать, вам тогда сильно легче будет. Вот стресс, он напрямую с этим связан как раз таки. Я не зря все вам это рассказываю. Взять паузу после первого пика энтузиазма. Просто если вы продолжаете работать на этом пике, у вас быстро силы уходят. То есть этот пик, он характеризуется тем, что очень много сил. Потребляется, имейте в виду. Сделали паузу, что-нибудь поделали, потом обратно вернулись. Следующее. Планирование длинных дел и проектов с учетом пиков и провалов работоспособности. Тоже проговаривали с вами. Все мыслительные процессы записываем. Если вам приходят какие-то идеи в голову, мы их обязательно где-нибудь фиксируем. Потому что часто бывает так, что пришла идея, ты с ней ходишь, блин, как классно! 100% вот здоровская, очень прекрасная идея. Так, 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 так. Через 5 минут уже не помнишь. Потому что не записал. То есть как только приходит в голову, сразу где-то фиксируете. Неважно, это телефон, ручкой записать. Конечно, лучше ручкой записать, потому что у нас тогда напрямую контакт с головой, с головным мозгом. Когда мы печатаем в телефоне, такого нет. Лучше записывать ручкой. Записали ручкой. Все. Вы потом сможете это отработать. Можете завести себе целую тетрадочку, куда будете периодически заглядывать. Тоже хорошая штука. Рисовать схемы. Рисовать схемы – это хорошо работающая методика, которая позволяет вам систематизировать в понятном вам варианте. Просто если мы берем рационалы, то это скорее список. И вот списочек, там все четко разбито. Пункт А, пункт Б, пункт А.1.1 и так далее. Если мы говорим про рационалов, им проще гораздо работать со схемами. В целом, это не жесткая привязка. То есть, те же рационалы прекрасно со схемами работают, некие майндмэпы, то есть, это все тоже прекрасно работает. Имейте в виду, схемы – это рабочая штука. Используйте их. Четко прописывать этапы и связанность в больших проектах. И рационал, он быстро берется, быстро бросает. И если у него нет понимания, что, зачем идет, ну, то есть, после пункта первого мы делаем пункт второй, потом третий, и это ведет к конечной цели. Он может потеряться и потерять мотивацию. Прописывайте. То есть, я сначала делаю раз, потом два, потом три, и все понятно. Если это в виде схемы, это вообще прекрасно. Используйте воодушевление финала для наиболее полного и качественного завершения дел. Ну, финал приходит, прекрасно, все радостно, нужно быстрее закончить. И 18-й пункт, один из самых важных. Примите, что мир стремится к рациональности. То есть, общество само по себе, оно говорит о том, что нужно быть добропорядочным, соблюдать законы, что нужно все делать вовремя. Ну, то есть, об этом напрямую не говорится, но даже детям везде рассказывают о том, что нужно все делать всегда вовремя, все четко по порядку, все как нужно рационалом. Сел, делаешь, сел, делаешь. То есть, вот этим приемом иррационального тайм-менеджмента детей не учат, в принципе, что можно переключиться. Наоборот, если ребенок переключается, значит, что-то не то с ним. Неправильно он работает. На самом деле, не всегда. Не всегда. Окей, сейчас я вас попрошу провести некую самостоятельную работу и расписать те примеры, те приемы из тайм-менеджмента иррационалов, которые вы сможете применить в своей жизни уже в ближайшую неделю. Распишите, где будете применять. Давайте, чтобы было проще. 10 минут у вас будет. Я выведу на экран вам вот эти вот приемчики. типовые ошибки. Да, давайте, вот пусть это будет. Сейчас. Так. Так получается, что мы не сможем с вами одновременно посмотреть сразу два слайда. Давайте так, то есть, если будут вопросы, я вам сразу буду перелистывать на другой листочек. Выведу вам первый листочек, который сейчас есть. 10 минут засекаю. Прошу вас для того, чтобы это вам внедрилось, распишите, что конкретно где будете применять. Сейчас 15.40, соответственно, 15.50 будет возобновлена наша с вами работа. А сейчас я отвечу на вопросы тех, кто написал в чатик. По порядку. Алексей, как лучше заставить себя работать, если работа сложная, и постоянно ходишь кругами или идешь спать, но лишь бы не работать. Какой у меня опыт. Слушайте, опыт следующий. Поначалу было сложно. Я проучал себя потихоньку, потому что в один момент я взял и просто из офиса уволился. я работал в офисе, как все, ездил к 10 часам, потом в 19 обратно домой. Было сложно. Я приезжал там плюс-минус, конечно, в 10, когда раньше, когда позже. Главное, что дела все делал. И заставлять себя работать приходилось дома, потому что вроде как другая работа, встаешь и понимаешь, что ну, может, я чуть-чуть отложу. Ходишь кругами, действительно, вы очень хорошо это описали, работа сложная, постоянно ходишь кругами. Я делал следующее. То есть, я все процессы, которые у меня были, я разбивал на маленькие кусочки. Ну, то есть, допустим, я встал замечательно. Я начал вебинар с того, что я вам описал, что я одет в костюм, потому что у меня сейчас другая деятельность. Я не сижу в пижамке, потому что я на работе сейчас. Соответственно, оденьтесь по-рабочему. Это тоже первый шаг будет. Любое действие, которое ваша мотивацию повышает, прописывайте. То есть, я себе прям составил списочек и сделал, какие мне нужно сделать для того, чтобы сесть работать. Значит, первое, приготовить себе какой-нибудь вкусный завтрак. Второе, одеться по-рабочему. Третье, прочитать отчет. которые, в принципе, мне неприятны, но я их могу сделать. И я смотрю этот списочек, я беру прям ручкой, ставлю галочку рядом, вычеркиваю. Отлично, одно сделал, сделал. Второе. И у меня остается, что дело пошло. Это некий азарт появляется. То есть, попробуйте вот таким способом. Это постепенное, постепенное действие. Потихонечку. Ирина Васильевна пишет. Возможно реализовать работу, если руководитель постоянно отвлекает на разные вопросы, дает различные задания, тут же открывает и дает что-то новое. Невозможно спланировать день и сосредоточиться на работе. Все это выматывает и возникает невыполненная, непосредственная работа. А тут у меня сразу вопрос. Вот это вот новое, то, что вам дает руководитель, это непосредственно связан с некой более глобальной задачей. потому что если вам поступает просто список дел, то есть из серии сделай вот это, вот это, вот это, а потом это не делай, сделай что-то другое, это действительно очень сильно выматывает. И мне бы хотелось понять, у вас есть понимание, к чему конкретно все эти действия ведут? Ну, то есть для чего он их делает? Какая-то глобальная больше цель есть? Пока вы пишете, есть вопрос от Анны Вячеславовны. К этому же вопросу Сергея коллега швыряла документы на стол, приносит накладные каждый день на подпись раз 5-10 и швыряет. Она менеджер, я глав. Ну, это про некую кооперативную культуру, Анна, я согласен. Это про то, что нужно поговорить, что вам это неприятно и как-то это немножко странно. Я думаю, что вы прекрасно справитесь с этой ситуацией. Так, Юлия, бывает настроение ниже плинтуса, считаешь себя никчемным. Как быстро решить вопрос? Быстро сделайте то, что вам приятно. Вот мает ваш строй. Так, следующий слайд, Татьяна просит. Да, Татьяна. Соответственно, если что-то выбивает вас, у вас должен быть списочек либо какая-то схемка дел, которые вам даются легко и которые поднимают ваше настроение. Помимо списка дел, которые вам никогда не нравятся, должен быть список дел, которые вам всегда нравятся, либо поднимают ваше настроение. Потому что, когда настроение ниже плинтуса, сидишь и думаешь, мир плохой, вообще плохой, ничего хорошего в нем нет. А когда настроение очень хорошее, думаешь, прекрасно, все замечательно, ничего плохого в мире нет. Это вот про некие крайности. Интересно, в идеале, чтобы у вас был список того, что приносит вам радость. И когда вам плохо, вы этот список открываетесь, можете. Так, пункт номер один. Съесть одну плитку шоколада, допустим. Берете, съедаете плитку шоколада, вы знаете, что у вас от этого настроение поднимается. Нужно применить первый, второй пункт, третий, четвертый, какой хотите. Просто списочек есть и прекрасно будет работать. Ирина Васильевна, это не всегда связано с моей работой. Ага, то есть вам подкидывают какие-то дела, которые не связаны с работой. Интересно. Дела спонтанной, непредсказуемой задачей. Все действия планирует руководитель. У вас наверняка есть какой-то KPI. У вас наверняка есть не KPI. Есть? Нет такого? Ага, его нет. Окей. Скажите, а у вас отношения с этим руководителем? Какие? Отстраненные, нормальные? Как он вообще к подчиненным относится? с этим руководителем? С этим руководителем? Ага, нормальный, но тотальный контроль. Смотрите, то есть я бы на вашем месте поговорил с ним и сказал, что я очень хочу выполнять общую задачу, которая стоит на предприятии. Соответственно, общая задача у нас с вами, я вижу задачу вот такой. если я не права, пожалуйста, поправьте меня. Ну, то есть вы говорите про то, как вы видите задачу. И потом говорите что-то вроде знаете, я каждый день приходю к работе и очень хочу сделать дела, которые вот эту нашу общую с вами задачу приблизят и сделают более выполнимой. Соответственно, вот это дело, я думаю, что оно действительно помогает и действительно принесет какую-то пользу. Вот это дело, я не совсем понимаю, как оно может принести пользу, возможно, вы мне расскажете. Ну, то есть не говорите, что вам это неинтересно, просто переспросите вот вежливыми словами, а зачем это нужно в общем контексте. Ну, и серии сгоняйте мне за бургерами, как это поможет нашему общему делу. И ждите ответа, то есть ваша задача спросить человека. Руководитель считает, что что-то другое я выполню лучше, а свое успею. Окей, тут только понимаете про некую рациональность вот с этим человеком, потому что если мы уходим в спор с руководителем, это не всегда хорошо, и последствия непонятны. Здесь про рациональность, то есть вы спрашиваете зачем, почему, как это поможет нам сделать общее дело. Ну, то есть если он дает что-то вообще не связанное с вашей деятельностью, это вот то, что я сказал. Если дает связанное, но кого-то другого, здесь возможно стоит сделать отсылку на то, что я посчитала, что на мои дела у меня уходит вот столько-то, столько-то, столько-то. Соответственно, если я сейчас не сделаю этого, то я возможно провалю. Лучше это все писать в письме, потому что лично всегда можно сказать, что я не говорил такого, я не получал ничего, мне она ничего не говорила. поэтому вы берете и прописываете, что в соответствии с этими расчетами получается, что я сегодня должна сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Поэтому будьте добры, пожалуйста, пришлите мне что нужно сделать другое письмом и вы если что будете ссылаться на то, что руководитель вам сказал сделать. Вы забили и если что у вас всегда есть возможность предъявить переписку, сказать, что вот меня попросили, я не могла отказаться. Всегда имейте доказательства, то есть если тотальный контроль, у него есть и обратная сторона, ну то есть контролирует и того человека, то есть если вы не успеваете, ну вам поступила задача, вы же не можете ослушаться, можно закосить вот так вот, то есть я же не могу ослушаться, мне поступила задача, все, я ее делаю. Окей, если будут какие-то уточняющие вещи, давайте мы с вами чуть попозже продолжим, а сейчас 15.50 и возвращаемся к нашему вебинару. Очень надеюсь, что какие-то приемы вы себе взяли и можете их начать использовать, прекрасно работающая вещь. Одна из вещей, которые помогают вообще нам в принципе жить, это планирование, но своеобразное. Есть вообще такие методики очень интересные, гибкая методология, которые позволяют нам работать над проектами. И одним инструментом, который можно использовать в нашей обычной жизни, является вот такая вот доска. эта доска может быть физической, то есть вы просто берете обычную покупаете доску в ком или где-нибудь еще, на ней все это можно рисовать, можете взять листы большие на них рисовать, что хотите, вот абсолютно оформляйте как вам хочется, не обязательно делать именно вот так, либо как на следующем слайде, и расчерчивайте. Это я написал режим дня семьи, поскольку вероятность того, что вы живете с кем-то, соответственно, ну и можно так планировать дела для всей семьи, можно и для себя, просто у вас будет один исполнитель. И вы расчерчиваете доску, у вас будет несколько колоночек. Если начинать справа, то колонка правая, это сделано дело, вторая справа делается, вторая слева, это надо сделать, и крайняя левая, это колоночка, да, Сергей Джайл, абсолютно правый, это называется канбан доска, если вам будет интересно потом глянуть, кто не слышал, очень классный способ, помогает разбираться вообще с тем, что происходит у нас в жизни и в наших делах. Левая колоночка, это то, что мы должны вообще сделать несортированное, то есть вторая слева колонка сделать, это уже у нас есть исполнитель, а в крайнюю слева мы накидываем вообще все дела за день, вот просто все, и у нас есть несколько вот этих клейких стикеров, у каждого человека в семье свой цвет, у мамы там красный, у папы зеленый, у сына синий, у собаки черный, какой хотите, в общем, не суть, и на этом стикере, на каждом, на одном стикере пишите одно дело, и у вас получается левая колонка, она вся заполняется просто обычными делами, и потом, когда вы их переносите в вторую колонку, у вас уже каждый стикер с подписью, ну, то есть папа должен сделать вот это, мама должна сделать вот это, для начала можете попробовать одну-две недели без сроков, ну, то есть просто сделать в течение недели, потом, когда втянетесь, ставьте конкретные сроки, ну, то есть из серии вот на том же маленьком листочке пишите сделать 9 апреля, крайний срок, и как только человек что-то делает, допустим, какое-то длительное дело, не знаю, повесить полку в ванной, он берет свой клейкий стикер, отклеивает из второй колоночки, перевешивает в третью, ну, то есть я этим занимаюсь, я это сделал, переношу в правую колонку, таким образом у вас есть понимание ваших дел, причем они разбиты на маленькие маленькие кусочки, когда гигантское дело, мы на него смотрим, и у нас сразу в голове куча стресса, потому что, господи, как же тебя сделать-то столько всего, а? Ну, то есть построить дом, это гигантское дело, построить фундамент, заложить фундамент, поставить крышу и поставить дом, это уже чуть поменьше, но и все это дробиться и то же самое, то есть вы берете любой проект, любое дело, дробите на маленькие кусочки, в семье это тоже абсолютно применимо, для одного человека это тоже применимо, единственное, что вот эта вот лоночка третья, которая говорит о том, что мы что-то делаем в процессе, я иногда ее пропускал, потому что приготовить себе чай, допустим, я же не буду, я потрачу больше времени на приклеивание вот этого стикера, чем я буду сам чай заваривать, то есть смотрите еще по делам, если хочется, можете переклеить, не хочется, не переклеивайте, и в результате выглядит это вот как-то вот так вот, колонки могут быть разные, то есть если мы говорим про разработку программного обеспечения, у них еще есть промежуточная колонка, которая называется тестирование, то есть мы вроде все сделали, но не до конца, она может сломаться, мы проводим тестирование, и только потом это все переходит в то, что все сделано. Прекрасно работает штука, и если вы в нее втянетесь, она очень хорошо работает. Очень хорошо работает с детьми, ну то есть если у вас ребенок каким-то образом не очень хорошо запоминает свои дела, можете втягивать его в рабочий процесс вот таким способом. Дети обожают вот эти стикеры, они вам даже, предложите им выбрать цвет стикера, пусть сами пишут свои дела, но только чтобы они достали, конечно, если мы про маленьких детей говорим, чтобы они смогли наклеивать и отклеивать. Расскажите, что это такое, пусть они играют. Это классная штука для именно работы. Если вам такой формат не подходит, есть платформа, называется Trello. Адрес в интернете trello.com наверняка кто-то из вас сталкивался, лишний раз просто проговорю, насколько это классная штука. Это та же самая доска, но в электронном виде. Она есть на всех платформах, что на андроиде, что на ios, что на маке, на виндовсе, везде есть. Да, Юля, она бесплатна. Там единственное ограничение, насколько я помню, на работу команд, какие-то они условные достаточно. Плюс фон. Я фон загрузил здесь такой не очень красивый, потому что что-то с интернетом было не очень хорошее. Я думаю, у вас у всех такое происходит. Обычно там какой-нибудь красивый фон, можно фоточки ставить, что-то еще. То есть, в целом, да, программа бесплатна, и бесплатного функционала абсолютно хватает. Можете использовать, шикарно работает, можно назначать ответственных, можно ставить сроки, можно менять цвета. Все это очень красиво и работает. и перетаскивание вот этих вот колоночек это тоже некое особое удовольствие. Имейте ввиду. Да, Максим Сергеевич, будет запись вебинара, сможете посмотреть. Мы с вами закончили планирование, переходим к некому восприятию реальности. Что это значит? Стресс у нас возникает еще тогда, когда вы знаете, ну не знаю, как вы, я в детстве баловался, были такие интересные стеклышки, сквозь которые смотришь на солнце и либо на какой-нибудь объект, и он становится другого цвета, там зеленый, синий, красный, фильтры. И эти фильтры у нас в голове в какой-то степени тоже есть. Мы абсолютно по-разному смотрим на мир. Понимаете? И вот это наше отношение к миру, оно очень сильно влияет на нашу устойчивость к стрессу. если мы смотрим на мир и у нас какой-нибудь коричневый фильтр, то получается, что все плохо, все отвратительно. Вот это событие, которое происходит, это плохо. Самый простой пример, который я обычно привожу, он связан с дорожным движением. Вот представьте, что вы спокойно к себе едете в машине, не нарушаете правил, скоростные нормы соблюдаете, все хорошо, и тут неожиданно вас подрезает какая-то машина с тонированными стеклами, высовывает мужчина из окна с монтировкой, что-то вам показывает нехорошее пальцами, и быстро отчаливает закат. Скажите, пожалуйста, вот мне интересно, что бы вы подумали об этом человеке, ну вот какие ваши первые мысли? Можете прямо написать, вот что у вас в голове от того, что вы такое увидели? Буквально пару слов. Юлия, ненормативная лексика, согласен. Максим, торопиться, неадекватный, забыть. Сергей, отлично, псих, агрессор. Алексей пишет, придурок, так, такое тоже возможно, да, ну то есть у нас сразу круг квадрата. Вот, Татьяна посмотрела чуть подальше. Спасибо вам большое, Татьяна, как раз таки вы посмотрели чуть подальше в наш тренинг и действительно, то есть вы представьте, что едете дальше и проезжаете мимо роддома и видите, что этот мужчина открывает дверь и ведет под руки девушку, которая рожает. Ну то есть он спешил, потому что вот такие вот у него были обстоятельства. Соответственно, отследите, как у вас в голове меняется восприятие. Ну то есть кто-то по-прежнему может сказать, что да, это не совсем адекватное поведение, тем не менее большинство скажет, ну, ну бывает, да, вот Юля, ну возможно, не сообразил он. Такое тоже бывает, то есть это про наше восприятие мира, это наше восприятие мира. Действительно, Светлана вот тоже права, почему подверг ее опасности, бросив управление, превышая скорость. Действительно, такое возможно, но вот бывают случаи, когда человек не в состоянии как-то себя контролировать, вот возможно торопился очень сильно. вот, действительно, возможно было поступить по-другому, но вот такие случаи тоже бывают. Именно поэтому наша реальность, она в наших руках. Мы можем совершенно по-разному воспринимать разные события. если кто-то там вас обогнал, ну, вы можете их и не встретить потом. Представьте, что человек куда-то торопится, что-то у него случилось. Если вам это сделает лучше, все, это же и цель, чтобы вам было комфортно, какая разница, что там у него произошло. Если вам хорошо, представьте, что вот у него что-то случилось, он спешит, расслабились, все, найдите для себя ту причину, которая вам будет нравиться. Это прекрасно. Вот это вот можно использовать. Небольшое лирическое отступление в виде вот такой картинки про нахождение в текущем моменте. То есть стресс это про то, что мы боимся с чем-то не справиться, про то, что нас нагрузили, про то, что что-то происходит нехорошее. И если мы учимся искать какие-то позитивные моменты в нашей жизни, это потрясающе. То есть это нам помогает. И первое, что может нам помочь в этом вообще в нахождении каких-то плюсов и снижении стресса, перестаньте извиняться. Мы очень часто извиняемся. То есть у нас даже принято в обществе мы постоянно извиняемся. То есть извините, я вечно опаздываю, допустим, например, вместо того, чтобы поблагодарить за то, что вас подождали. Ну смотрите, это смысл один, меня подождали, либо я опоздал. Просто взгляд с разных сторон. Соответственно, если вы извиняетесь, это звучит как некое оправдание, и вас автоматически загоняет стресс. если вы благодарите, это вы делитесь чем-то полезным, чем-то хорошим, говорите спасибо вам большое. Действительно было очень неценно, что вы подождали. И совершенно другое отношение. То есть если вы попробуете так сказать, большинство людей наоборот говорит пожалуйста, пожалуйста, если вы, конечно, не на час опоздали. Такое тоже бывает. Некоторые слушатели с таким сталкивались, я уверен. извините, что я постоянно все путаю, спасибо за терпение к моим ошибкам. Мы благодарим за то, что человек для нас что-то сделал. Спасибо, что слушаете меня. Мы не извиняемся за то, что мы много говорим. Постарайтесь поменять немножко свою точку зрения. Что вам может помочь в этом? Есть такой прекрасный инструмент, называется он дневник эмоций. Он обычно состоит из четырех колонок, но в нем ключевая все-таки пятая. Сейчас мы с вами рассмотрим одну ситуацию, она может быть слегка надумана, тем не менее она имеет место быть, по крайней мере имела место до карантина. Ситуация следующая. Колонка заполняется следующим образом. Мы в первую колоночку записываем время, то есть происходит какое-то событие, ситуация. мне наступили на ногу в метро и ушли не извинившись. Здесь я описываю, что произошло, то есть сугубо сухо. Не какая-то сволочь наступила мне на ногу, а просто мне наступили на ногу, там, не знаю, мужчина наступил на ногу, женщина, ребенок, кто угодно. Просто факт, некая реальность. Фиксируем время, тоже важно. Затем записываем свои мысли по этому поводу, их может быть несколько, имейте ввиду. То есть допустим возникли две мысли. Первая, вот же ж люди пошли, топчутся по ногам и не извиняются в ноглицы какие, вторая мысль. Представьте, что я ехал на собеседование куда-то и как мне теперь с грязной обувью на людях быть. Ну вот грязные обувь, а я на собеседование еду. Это же кошмар какой-то. Дальше вы пишете, что вы испытываете по этому поводу, что чувствуете с вашей эмоцией. Ну то есть у меня есть злость и раздражение, потому что кто-то мне прошелся по ногам и еще не извинился и убежал. И мне стыдно, потому что у меня грязная обувь. То есть вот этих четырех колонн в принципе хватает. То есть тем, кому будет сложно разбираться с эмоциями, идете как раз-таки вот разбираться с этим. Начинайте с первого, второго. Для начала можете начать просто фиксировать события, которые вас как-то эмоционально зацепили. Потом идете к мыслям, начинаете остановить свой поток мыслей и думать, что же думаете по этому поводу. Потом эмоции. Ну и наконец, самое-то важное в этой таблице, как только вы научитесь составлять эту табличку, делайте некие выводы, потому что если это происходит не один раз, то значит что-то с этим нужно делать. Вывод по первой части. Я злюсь, если люди нарушают мои границы. Надо вставать чуть раньше, чтобы не попадать в час пик. Тогда мне будет проще контролировать свое личное пространство в общественном транспорте. Также слушатели предлагают из серии вот я не хочу ездить в метро, мне нужно на машину накопить. Такое тоже бывает. Можно ездить попозже, можно договориться с шефом приезжать попозже, часть дня работать из дома, что угодно. Выводы вы делаете сами в своей ситуации. Второй вывод, на всякий случай буду носить с собой губку для обуви, вдруг испачкается. Все. Таким образом я сделал выводы по ситуации, у меня уходят вот эти эмоции, которые вносят мне вклад негативный в мою вообще внутреннюю жизнь. Злость, разражение, стыд, пожалуйста, все это можно решить. И вы прям расписываете, как вы это решаете. Очень важный момент, вот этот дневник эмоций, вы сюда заносите не только какие-то отрицательные вещи, но и положительные. Положительные, что это значит? Допустим, пришли на работу, вам кто-то подарил какой-нибудь пирожок, у кого-то неожиданный день рождения. Тоже классно, классно. Ситуация, что произошло, мысли, эмоции. Выводы, в принципе, это по желанию, то есть, мне подарили пирожок, что же нужно делать, значит, нужно больше дружить с этими людьми, они мне будут дарить. тоже тоже как вариант. Суть еще в чем, вот эти положительные моменты, я вам рекомендую, вот если вы этот дневник эмоций ведете письменно от руки, положительные моменты желтым цветом обводите, маркером, ручкой, чем хотите, чтобы это бросалось в глаза. И возвращаясь, вот Юля задавала вопрос до этого, по поводу того, что плохое настроение, открываете дневник эмоций, ищите все, что желтым обведено, чтобы не читать подряд, желтым обведено, прочитали, хорошее есть, дальше, хорошее есть, хорошее есть, фиксируйте, фиксируйте то, что хорошее с вами происходит. Это тоже классно, потому что мы привыкаем к тому, что если что-то плохое произошло, то это плохо, а если что-то хорошее, ну так и должно быть. На самом-то деле нет, отмечать каким-то образом. Часто возникающий вопрос здесь, что делать, если мы не можем в моменте зафиксировать либо записать. Я обычно делаю следующее, то есть я пишу себе, фиксирую некую ситуацию, просто вот напоминалочка из серии подарили пирожок, пригласили на день рождения. Просто в двух словах, чтобы я понял, а потом когда сажусь расписывать, я уже расписываю, что я по этому поводу почувствовал. То же самое, как я вам и говорил, это искусство маленьких шажков. Делайте понемногу, не сразу. Ну и не мог обойтись без этой картинки поиск положительного. По-моему, она прекрасна. Не знаю, как вам она понравится или нет, но по-моему, она вот интересна именно про поиск положительного, про то, как мы все поворачиваем. Вот. И сейчас, чтобы далеко не ходить, я попрошу вас сделать следующее. Запишите не менее десяти положительных событий, которые произошли с вами за последнюю неделю. Вот просто берете и пишите положительные события. Все, что угодно может быть. Не менее десяти. То есть, если время не стекло, у вас десять, пишите дальше, придумывайте. Сразу скажу, что очень сложно поначалу бывает делать, не у всех, но иногда бывает. И если вы начинаете это делать каждый день, у вас формируется навык. Ну, то есть, вы начинаете замечать положительное. Это очень важный навык, как раз таки, в борьбе со стрессом. Потому что стресс, значит, что-то плохое, скорее всего. Ну, нет, фиксируйте, фиксируйте, фиксируйте. И те же самые какие-то плохие раньше события вы можете перефразировать уже в чем-то в хорошем ключе. Главное, в реальности находиться. Если вопросов по дневнику благодарности нет, именно вот сейчас, что составит не менее десяти положительных событий, рекомендую вам начать с 16.25. Задание будет закончено, а сейчас я отвечу на вопросы. Так, Юлия, какой курс вы заканчивали, чтобы делать презентацию? У нас есть специалисты курса по презентациям, как раз вот они. Давайте будем честны, то есть какие-то моменты в моей презентации 100% можно сделать лучше. Это, ну, вот прям 100%, особенно то, что менеджмента. Я пока, к сожалению, не придумал, как это сделать так, без ущерба для именно самой структуры, самого смысла, потому что там очень много теоретической информации я в ближайшее время буду это все переделывать, да, будет красивше. Екатерина, а если от меня не зависит то, на что я злюсь? Например, меня злит наша бюрократия в госструктурах. Смотрите, то есть, если это вас злит, вы либо пробуете это как-то исправить, найти, каким образом вы можете на это повлиять, повлиять на тех, кто может на это повлиять, то есть, ищите пути. Если это от вас не зависит, ну, тогда только принять это. Это очень своеобразный навык принятия, то есть, принять то, что от меня не зависит, что это проходит мимо, и часто бывает так, что это не только касается госструктур, но и касается многих людей. иногда принимают такое решение, которое для нас может казаться полной глупостью. То есть, зачем ты это делаешь? Ну, зачем? Я же тебе... Ну, как? Ну, зачем? Ну, просто непонятно же мне. И человек все равно продолжает это делать. И знаете, это скорее про некое принятие. То есть, если вы не можете это поменять, то постарайтесь это принять. Каким образом принятие вырабатывается, это про спокойное нахождение рядом с моментом, рядом с человеком, рядом с вещами. Принимать можно не все. То есть, это не означает, что если вы принимаете, то это только все. Это означает, что вы что-то конкретное принимаете. Есть техники, как это можно развить, в целом это больше про некую медитацию. Попробуйте какое-то время, начинайте, конечно же, с малых значений, то есть, несколько секундочек сначала, потом до минуты расширить, несколько минут, несколько десятков минут. Это все некий путь. Смотрите на какой-нибудь предмет и смотрите на его текстуру какой-нибудь. Вот, допустим, у меня сейчас стоит здесь термос, чтобы чай не остыл, пока я рассказываю, и я могу наблюдать за его текстурой, как свет на нем переливается, и стараться в этот момент думать только об этом термосе. Ни о чем-то другом, ни о том, что там с крыш капает, что солнышко светит, что соседи стучат по батареям иногда. Старайтесь потихоньку концентрироваться. Вспомните, вот были искусства маленьких шагов, и если сбились, ничего страшного, вернитесь опять. Это потихоньку вырабатывается, то есть это про то, что какие-то события, мы не в состоянии на них повлиять, но просто физически мы не можем, на то, что конкретно я не могу повлиять на какие-то космические процессы. Очень упосредованно могу повлиять, ну, очень упосредованно. Иногда, знаете, я для себя принимаю решение, что это не мое поле боя, ну, то есть давайте буду с вами честен, бюрократия меня тоже бесит, я прям иногда вот читаю какие-то вещи с этим связаны в новостях, и у меня аж поджилки трясутся, то есть я настолько злюсь, аж жилаки сводят, но потом я вспоминаю, что это не моя война, то есть я не могу это поменять, я не хочу туда идти, если я возьму и брошу то, чем я сейчас занимаюсь, то, что мне нравится, то, как я могу влиять на людей, то есть у меня есть свой способ, которым я влияю на мир, вот сейчас мы с вами беседуем, и я не зря, это не просто лекции, я не зря вам даю какие-то задания, чтобы вы это делали, потому что можно, конечно, сказать, что это ваша ответственность, что вы сами все это сделаете, но знаете, тут такой вопрос спорный, если я не подтолкну вас чуть-чуть, немножечко так, либо не поведу куда-то, то есть вероятность, что вот этого маленького шажка и не хватит, именно поэтому я принимаю решение все это делать, злит меня огромное количество всего в мире, но это не моя война, не мой бой, я не иду туда, да, меня это бесит, да, я могу каким-то образом поддержать людей, кто туда пошел целенаправленно, чья это война, чья это битва, с удовольствием я могу туда входить в качестве гостя, постоянно там быть нет, у меня другие задачи, другие бои в этой жизни, и поверьте мне, тут не меньше ответственности и немножко все по-другому, я просто другой путь для себя выбрал. Алексей спрашивает, где пишете, слушайте, я пишу либо ну последнее время, поскольку этот навык у меня уже выработался, соответственно, я пишу не так часто, я могу уже это все каким-то образом для себя фиксировать, просто, что это радостно, клево и замечательно, я либо просто беру обычную тетрадку, там разлиновал, пишу, либо в компьютере, но лучше, конечно, руками, либо я недавно нашел, сейчас я вам даже скажу, как называется, приложение для Android, для iPhone не нашел, сейчас, сейчас, сейчас он открывается, дневник когнитивной терапии, сейчас, сейчас я залей в магазин приложений, чтобы точно вам сказать, дневник, да, вот вводите дневник когнитивной терапии, и тут вам сразу вылетает ссылочка, и прекрасно заполняется этот дневник вообще того, всего того, что происходит, дневник автоматических мыслей, очень сюда записывать, что можно, имейте ввиду, очень классная штука, если поразбираетесь в ней, мне очень хорошо помогает. Юлия пишет, Андрей Александрович, вы рационалист, все продуманное, четкое начало, четкое следование по регламенту, четкие ответы на вопрос термос чая, в каком-то степени, да, я просто многократно уже натыкался на то, что какие-то вещи должны быть рациональными, то есть моя подготовка к вебинару, она во многом иррациональна, потому что сесть четко все расписать, я так не могу, я в процессе все меняю, то есть то, что я вам сейчас рассказываю, какие-то вещи, я об этом даже не думал, не продумывал, у меня этого нет, я не думал вам про это рассказывать, сейчас вот рассказываю, тот же термос, у меня просто горло пересохнет, Не то, что даже рационализм, это просто здравый смысл. Эрика пишет, начала рисовать, заниматься спортом, учеба на семинаре, учусь снимать видео, начала писать биографию своей. Слушайте, прям сколько у вас интересного. Я даже, ой, класс, 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 класс. Один из наших коллег пишет действительно очень хорошую, ну, мне то, что притча, не выражение. Господи, дай мне спокойствие духа, чтобы принять то, чего я не могу изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого. Да, действительно, что я могу поменять, я меняю. Что я не могу, ну, не меняю. Эрика, сейчас я вам скажу. Тык. Давайте, чтобы было проще, я напишу название сейчас в чатике, чтобы оно не потерялось. Хорошо? А то на слух может не очень хорошо восприниматься. Да, то есть в целом когнитивная терапия – это терапия, которая работает с нашими внутренними установками. То есть что мы там кому-то должны, что мы обязательно должны все сделать, срок и так далее. Одна из самых эффективных терапий вообще, которая существует, потому что я не хочу никого обидеть, но есть тот же психоанализ, который может работать с людьми годами. Вы приходите и начинаете рассказывать, что вот там в детстве происходило вот это, в юности вот это. То есть фактически какие-то некоторые беседы с психоаналитиком. Когнитивная терапия основана на том, чтобы научить вас жить так, как вам хочется. Ну, естественно, в условиях общества. Потому что все мы живем в обществе, от него отгородиться нельзя, разве что уйти в лес, и то это будет очень сложно. Соответственно, когнитивная терапия, пожалуйста, если что, если кому-то будет интересно, почитайте. И это не то, что даже некий призыв, чтобы вы куда-то шли, просто даже почитайте, что это такое. Уже само чтение может навести вас на некие интересные мысли, потому что очень классная штука, я сам ее люблю, обожаю. И вот это, наверное, одно из направлений терапии, которое похоже на практику. Вот вы совместно с психологом просто идете и делаете. Никаких там рассказов про то, что там что-то происходило, что-то еще, там все плохо, отвратительно. Да, все плохо, что делать будем? Действия. Алена спрашивает, а как бороться с ревновательными моментами и чувством, что кто-то молодец, а ты нет? Тут сразу вопрос, зачем себя с кем-то сравнивать? Ну, то есть это про то, что вот вы есть такая уникальная, замечательная, прекрасная, и зачем вам себя сравнивать с кем-то? Да, соревновательные моменты возникают. И, ну, слушайте, соревновательные моменты – это неплохо. Вопрос, что вы с этим делаете? То есть если вы сидите и горюете о том, что вот это плохо, соревновательный момент, что вот лучше меня что-то сделали. Замечательно, прекрасно. Во-первых, вам нужно понимать свою цель, то есть зачем вы это делаете. Вы своей цели достигли? Ну, достигли. Замечательно. Второе. Как только вы понимаете, что у вас вот это все возникает, вы можете эти силы, эти чувства, которые у вас возникают, то есть некий положительный стресс, вы можете направить на достижение. То есть, вы знаете, из серии очень много моментов в мировом спорте, когда первый бегун, допустим, бежит, 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 очень большой отрыв между первым и вторым. И первый оглянулся, ой, все, я бегу первым, расслабился. Можно выдохнуть, он замедляется. А второй видит, первый-то что-то медленнее бежит. И как, припустил, припустил, и на последних метрах обгоняет. То есть, бегут впереди меня. Да, впереди меня. Замечательно. Что я буду с этим делать? Можно сказать, ну, раз он впереди меня, значит, я ничего не смогу. А можно сказать, а вот сейчас я его как на последних метрах сделаю. То есть, вопрос, что вы с этим делаете дальше. Если у вас возникло такое ощущение, ну, посмотрите. Очень интересный момент. То есть, можно посоревноваться. Сказать, ага, ты так? Ну, значит, я сейчас тебя в полной программе обгоню в других местах. Тут вопрос в том, еще что все люди в чем-то они прекрасны. Вот сто процентов. В чем-то они... Просто вопрос, насколько они это в мир транслируют. Насколько хорошо они с этим разбираются. Насколько хорошо они туда ушли в этом направлении. Ну, то есть, соревноваться-то можно везде. Во всех абсолютно областях. Я в какой-то момент для себя принял, что я никогда не стану очень классным спортсменом. Просто физически, потому что я с детства это не развивал. И да, я могу стать неплохим спортсменом. Но классным и выдающимся никогда. Во-первых, потому что если бы я даже... Вот я ходил, летом занимался по 5-6 раз в ней тяжелые физические тренировки спортивные. Но я так и не стал классным спортсменом. Ну, просто не дано. И я, ну, как бы мне не было грустно, забросил. Да, я занимаюсь на непрофессиональном уровне, но занимаюсь. Окей, коллеги, спасибо вам большое, что запомнили. Переходим дальше. И мы сейчас перейдем от того, что можно делать с нашей головой. Ну, то есть, первое, вообще, с чего я рассмотрел, большую часть нашего вебинара как раз-таки заняла работу с головой, с нашим режимом. Потому что все остальное очень глобально на это ложится. То есть, прежде всего, нужно разобраться именно вот с этими вопросами. И хочу вам вот такую мотивирующую картинку показать, как обычно все у нас в голове происходит. Понятно, что не всегда мы начинаем с первой ступеньки. Но, чтобы вы понимали, строится все примерно вот так. Я этого делать не буду. Потом уже мысль появляется, что я не могу, не умею, не получится. Потом вот тот соревновательный момент, который как раз-таки вы, Ален, озвучили, он иногда и помогает подняться со второй ступеньки на третью. Потому что смотришь, что все идут тут наверх. Я хочу тоже, хочу попробовать. И начинаем уже думать, как это сделать. Пытаюсь, могу, сделаю. И потом оказывается, что это так просто. Вспомните, как вы учились кататься на велосипеде. То есть, если кто-то это делал в сознательном возрасте, кто-то делал в детстве глубоком, кто-то нет. Я, допустим, учился в 15 лет кататься на велосипеде. И я сначала очень долго отказывался. У меня по полной вот по этой лесенке прошло. И сейчас я даже не думаю о том, как это сложно. Садишься и едешь. Все. Поначалу казалось очень страшным, очень сложным. И сейчас мы с вами будем потихонечку подходить к завершению. Расскажу вам о том, как работать с телом. Здесь достаточно все просто. То есть, первое – это спорт. Спорт – прекрасная вещь. И можно не всем, конечно. Тем же футболом дома заниматься, наверное, не очень комфортно. Вместе с тем существуют виды спорта, которые можно выполнять дома. И те же упражнения тоже можно выполнять дома. Я полюбил гирю, полюбил гантели. И на них можно придумать огромное количество различных упражнений. То есть, берешь гирьку 24 килограмма и тягаешь, стягаешь, стягаешь. Шикарно помогает. Обожаю. Каждый находит для себя свое. Кто-то стоит в планке, кто-то занимается йогой. Сейчас огромное количество контента на том же Ютубе. Используйте. Это все очень хорошо заходит. Можете бить прямо там, не знаю, йога дома. Что угодно. Как раз-таки для йоги. Мне вот такая нравится. С Кальцем, который говорил, что спокойствие – только спокойствие. Если вам спокойствие поначалу не удается, просто тренируйтесь. То же самое. Это тот же самый навык. То есть, методы контроля своих эмоций – это просто навык, который нарабатывается. Постепенно. Следующее. Это вода. Любые водные процедуры. То есть, кто-то, возможно, из вас ходил в бассейн, в баньку. Это очень классная штука, но в условиях карантина, ну, понятно, что, скорее всего, нет. И дома у нас есть душ, дома есть ванна. Тоже не отридывайте вот этот вот момент, что принять душ либо в ванну – это прекрасно и замечательно. То есть, это действительно работающие методы. Вода очень хорошо успокаивает. Следующий способ – это теплый напиток. Всем, кто, во-первых, говорит, вот сейчас я с вами говорю и параллельно прихлебываю чаек. То есть, это обязательно пить горячие напитки. Очень важно, очень полезно. В том числе с имбирем, с лимончиком. Кто как любит. Раньше вообще ненавидел, сейчас что-то попил, очень нравится. Кстати, скажите, у вас в магазинах имбирь есть? Ну, не по теме такой вопрос. Потому что у меня во всех магазинах вокруг смели имбирь. Просто нет вообще в принципе имбиря. Обошел все, что только возможно. И вкусвилл, и вот. Вот Юлия пишет, что смели. Вкусвилл, вообще все марки. Вкусвилл, Пятерочка, Дикси, Перекресток. Вообще нигде нет. Вот. У кого-то дома есть уже. Кто-то подсуетился. Молодец. Сухой в порошке. Слушайте, я никогда не пробовал, не знаю. Честно, не могу вам сказать. Я вот выше по-свеженькому взял, настругал, закинул в чай. И спокойненько заварилось. И как раз-таки для спорта тоже прекрасно. Обожаю просто, как все это заходит. Гораздо лучше. Вот. Эрика пишет, что порошок готов. Не знаю. Вот доверюсь вам. Надежда пишет, 2400 килограмм. На Кубани 5200 цена. Вот видите, что, да, вот кто-то, Екатерина подсказывает нам, что кто-то в интернете запостил, что от коронавируса помогает имбирь с лимоном. Я-то начал все это делать еще до коронавируса. Но вот как-то народ прям смелся с полок. Сейчас вечерком, я думаю, что масочку надену и пойду искать снова имбирь. Вчера, по крайней мере, не было. Вот. Как-то так. Вот, да, вот лимоны где-то пропали. Тоже периодически не замечал, что лимонов нет. Теплые напитки прекрасно помогают. Это вот как раз-таки некий момент, что мы остановились. Потому что стресс – это всегда какое-то такое нервное состояние, что хочется что-то делать, куда-то бежать, срочно что-то исправлять. Теплые напитки нас успокаивают. И тело превращает в такое более расслабленное. Ну и, конечно же, сон. Смотрите, сон – очень спорный момент, потому что все мы взрослые люди, у всех есть свои обязанности. И часто бывает так, что мы говорим, что вот в выходные выспимся. На самом деле выспаться нельзя. Ну, то есть, наперед. Вот мы в выходные выспались, а потом всю неделю спим по 4 часа в сутки. Так не работает. Испать лучше по 7-8 часов взрослым людям. Понятно, что существуют какие-то исключения. У кого-то дети, у кого-то груднички, работа какая-то ненормированная и так далее. То есть, имейте в виду, что в идеале, конечно, чтобы у вас был нормальный сон. Это очень важно. Это один из самых важных пунктов, потому что выспаться впрок нельзя. И это действительно влияет на наше эмоциональное состояние. 8 часов должно хватать. То есть, если вы спите больше, это такой момент задуматься вообще о том, что происходит в жизни. Вот Юля очень хороший вопрос задает. Днем часто хочется спать. Как уйти от сонного состояния? Вы полчаса поспите и все. Действительно помогает. Я пробовал. Ставишь будильничек на 15-20-30 минут. И все. Нормально. Я просыпаюсь. Голова чистая, спокойная. Подберите для себя время. Там зависит именно от циклов в нашей голове. Попробуйте, посмотрите. Можно и поспать. Тем более дома-то. Почему бы и нет? Обеденный перерыв, часок. Полчаса покушали, полчаса поспали. Все нормально. Если мы говорим про людей, то очень важный момент. Понятно, что в текущих условиях не всегда есть возможность вообще с людьми вживую побеседовать. Это какие-то командные игры. Командные игры прекрасно помогают вообще нам развиваться. И стрессовые состояния там возникают очень часто. Мы с ними учимся работать. Потому что команда, всегда там есть какие-то конфликты. Но если вы идете к одной цели, какой-то, допустим, футбол берем. То есть 11 человек. У них могут быть любые взаимоотношения. Но они идут к одной цели. Это прекрасная профилактика стресса. И вот тот вот прекрасный человек, который сидит справа внизу за компьютером, играет. В целом, как заменитель, ну, на какое-то время возможно. То есть если вы там с кем-то объединяетесь по сети, идете поиграть, на какое-то время возможно. Но это очень условная замена. Так что имейте в виду, лучше с кем-то вот конкретно вживую поработать, поиграть в командные игры. Значимые иллюзии. Имейте в виду, что в любой жизни вообще у любого человека должен быть какой-то значимый человек. Если у вас его нет, то рекомендую вам найти. Либо с кем-то подружиться, посетить хотя бы хоть как-то. Вот хоть как-то, понимаете? Близкие люди – это одна из самых важных опор в нашей жизни. Те, кто с нами будет в любых случаях. Вот, допустим, разбирали сегодня вопрос, связанный с тем, что транслирует кто-то нам постоянно негатив. И понимаете, если у нас нет тех, кто нам будет позитив транслировать, ну, вот этот негатив и будет оседать. Должно быть что-то, что к нам будет вот с другой стороны прилипать, что-то хорошее. И смотрите, то есть это одна из самых значимых вещей. Значимые люди, важные, близкие. Тех, кому не хватает их, я бы на вашем месте подумал, как можно сделать так, чтобы эти люди к вам в жизнь пришли. Либо найти их, потому что просто так вот я буду сидеть на месте, и они каким-то образом появятся. К сожалению или к счастью, нет. То есть эти люди, они обычно приходят в нашу жизнь, когда мы что-то делаем. И как раз, если вы находите какие-то клубы по интересам, что-то еще, там зачастую можно встретить вот этих вот людей, с которыми можно работать, и с которыми можно общаться, жить. И тут очень важный момент. То есть значимые люди, это люди, где брать ресурсы, если ты для многих значимый. Значит, вы имеете в виду, что если вы значимы для многих, то вы делитесь со многими, да? Получается так, Зарян, я правильно вас понял? Вы не отдавайте сверх. Вы что можете, отдайте. Что не можете, не отдавайте. Смотрите, некомфортно. Смотрите, некомфортно. Скажите, стоп, все. Потому что значимых людей быть много не может. Это как раз-таки один из критериев. То есть если у вас 500 значимых людей, то есть что-то не то. Смотрите, как искать. Есть вообще два типа. Я для себя выделяю два типа таких значимых близких людей. То есть есть люди, с которыми у нас близкие какие-то бытовые ценности. Но из серии мы там одну музыку слушаем. Мы какие-то одни фильмы смотрим. Одни там духи нравятся. В общем, что-то такое достаточно общее. И не всегда с такими людьми у нас общие глобальные ценности. То есть у любого человека есть свои некие глобальные ценности, которым он идет, благодаря которым он живет. Вот, допустим, кто-то из вас озвучивал. Сейчас я даже найду. Так, 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 так. Екатерина как раз говорила про бюрократию. Вот, и смотрите, то есть это ваши, значит, некие ценности. Ну, то есть бюрократия, это не то, что даже порядок. Это как бы показывает ваши ценности. То есть что вас бесит, что не выполняется, это, скорее всего, ваша какая-то ценность. То есть, возможно, порядок, возможно, что-то еще. И как раз-таки бывает так, что вот с этими людьми, с которыми сходится бытовое, не сходится по ценностям. Ну, то есть можно с этим человеком жить. Допустим, вот у меня такой личный пример был случай, когда кто-то из друзей рассказывал. Вот он, мужчина, ребенка хочет, а женщина не хочет. Все, то есть по бытовому принципу сходится. Вот просто сходится идеально. То есть там одна музыка, одни вкусы в плане еды, все что угодно. А вот такие важные принципы, то есть она не хочет семью. Она хочет работать, она хочет зарабатывать больше. Мужчина хочет, ну, как бы он готов обеспечивать, при этом хочет ребенка. Она говорит, нет, я тебе не верю. Все, то есть это тоже про ценности. Пришлось расставаться, хотя в бытовом плане все сходилось. А бывает так, что в бытовом плане вообще не сходится. Вот просто вообще никак. Разная музыка, разные вкусы по еде, по фильмам, по всему. А вот внутренние ценности совпадают. И вот такие люди зачастую становятся как раз таки самыми значимыми. И тут вспоминаем момент с принятием. Как только вы научитесь принимать людей, вы их разглядите вот таких вот значимых. Вы увидите, что они с вами рядом, потому что вы их примете, что они такие. Не будете смотреть на то, что, блин, он опять тут что-то делает. Не понимаю. На самом-то деле, ну, вот человек с вами одних ценностей может быть, просто не видим. Заряна спрашивает. Онлайновые командные игры. Онлайновые командные игры, ну, как некий заменитель, возможно, но очень важно общение вживую, потому что интернет это одно, а живое общение совершенно другое. Человек, которого мы знаем через интернет, окажется в 80% случаев совершенно другим приличным общением. Вот совершенно, как опытный в этом плане человек могу вам сказать, то есть я вообще свой путь начинал с общения в интернете, я был не сильно контактный, и общаться вживую с людьми не мог, в принципе, все время в интернете. И когда я потом знакомился с этими людьми лично, это совершенно другие люди. Поэтому онлайновые как некий заменитель. Заряна, с вашего позволения, чуть попозже вам отвечу на ваши вопросы, связанные с ресурсами. Не проблема. Ну и, естественно, совместные действия с людьми. Тоже старайтесь, старайтесь со своими соседями хотя бы собраться. Это некие игры. Не знаю, недавно открыл для себя такую игрушку прикольную, с Windows называется. Если играли, можете плюсик поставить, кто-нибудь, может, слышал. Обожаю, просто супер играть с друзьями, с близкими. Помогает. Собирать пазлы, что-то вместе делать. Заниматься спортом тем же самым. Очень хорошо помогает. Вот просто очень обожаю все это делать. И смотрите, как некий такой финальный слайд, как резюме. Подведем итоги, что же можно делать, какие есть инструменты для работы со стрессом. Естественно, запись у вас будет, вы сможете потом пересмотреть. Так вот в двух словах буквально, чтобы вы понимали. Работа со стрессом. С головы начинаем. Есть некая у нас матрица из инковера. Мы с ней работаем, то есть разбиваем дела, чтобы нам было проще ходить. Тайм-менеджмент. Выбирайте те методики, которые работают с вами. То есть я вам даю сразу же с запасом много. Это знаете, как вот если дашь чуть-чуть, от этого усвоится там пара процентов. Если дашь сто процентов, ну, больше усвоится. Я вам даю гораздо больше. Соответственно, берите, что нужно, усваивайте. Дневник эмоций, дневник благодарности. Мне бы очень хотелось, чтобы вы начали это вести, и вы прям заметите, как меняется вот это состояние стрессовое. Насколько проще становится жить. Причем, как только вы замечаете, что проще становится жить, не бросайте эти дела. То есть делайте, пока у вас этот навык не будет автоматом. То есть даже без записи вы уже будете замечать. Это здорово. Тренируйтесь таким образом. Тело. Это спорт, йога, вода, теплые напитки, сон. Ну и некие совместные действия, в том числе командные игры с людьми. Они могут быть не обязательно значимы. А вот со значимыми людьми проводить время, в принципе, просто беседовать, быть рядом, как-то созваниваться, списываться. Это тоже очень важно. Сейчас я предлагаю поступить следующим образом. Сейчас у нас будет завершающий слайд. Он такой немножко, не назвал бы его медитативным. То есть психологические техники. Я вас попрошу в какой-то один момент закрыть глаза. То есть вы будете меня слушать. И просто глазки прикроете. Я вам кое-что расскажу. Опять-таки еще раз повторюсь. Это психология. То есть не гипноз какой-то там, не какие-то внушения. Все это для вас, для того, чтобы закрыть тему по работе со стрессом. Просто слушайте, закройте глазки, представляйте, что я вам говорю. Ну и потом глаза открываете. И мы перейдем к завершающей части, связанной с вопросами. Ну и со всем остальным, собственно. Окей. Сейчас просто внимательно послушайте меня. Мне бы очень хотелось, чтобы вы представили себе некую машину времени. Кто-то представляет ее себе в виде машины времени из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Кто-то из фильма «Назад в будущее». Кто-то представляет свою какую-то машину времени. Абсолютно разную. Какую захотите, какая вам представится такая, и я попрошу вас в эту машину зайти либо встать рядом с ней. Закрыть глаза. И представить, что вы набираете на табло либо каким-то другим образом выбираете дату, куда вы отправитесь. Это 3 апреля 2020 года. Вы попадаете в самое начало дня. Вы открываете глаза и четко понимаете, что вы будете делать в этом дне. Оглянитесь вокруг, пока вы находитесь в постели. Что вы видите вокруг себя? Это может быть ваша обычная обстановка. А возможно, вы уже добавили что-то новое. Возможно, вы услышите что-то вокруг или почувствуете какие-то запахи. Вы встаете с кровати, и я прошу вас представить, что вы применяете те техники, которые узнали сегодня и которые вам понравились. Применяете понемногу, малыми шагами, но настойчиво и терпево. Представьте, как в течение дня вы испытываете чувство свободы. Вы полны сил, бодры и в любой момент готовы справиться с любыми невзгодами. Ваша жизнь полна радости. А сейчас я прошу вас представить, что каким-то неведомым образом в этом дне вы встречаете человека, который очень важен для вас, который является для вас авторитетом. Представьте себе, что это может быть за человеком. Попросите у него совета. Как можно сделать так, чтобы справляться со стрессом еще эффективнее. Возможно, он подскажет вам, даст какой-то совет. В любом случае, даже если вы не получили советы, даже если получили, я прошу вас поблагодарить этого человека. найти неподалеку от себя машину времени, набрать сегодняшнюю дату. Это 2 апреля 2020 года. Запустить ее и на счет 3 открыть глаза и очутиться в текущем моменте. Раз, два, три. Сразу хочу сказать, что бывает так, что кому-то не приходит авторитет, некий значимый человек, кому-то приходит. Возможно, очень странные советы поступают. У всех все по-разному. Кому-то помогло, кому-то нет. Нет, у кого-то это было просто несколько минут, когда вы выдохнули и посидели с закрытыми глазами. В любом случае, спасибо вам большое. А сейчас мы с вами переходим к слайду с вопросами. То есть, если у вас остались вопросы по курсу, я с удовольствием на них отвечу. Вопросы у Заряны, связанные с тем, где брать ресурсы, с вашего позволения. Я чуть попозже отвечу, потому что это такое абстрактное немножко отношение имеет к курсу. Ирина Васильевна Куликовская пишет, а может лучше собака? Слушайте, собака... Собака это собака, то есть это не человек. Если мы говорим про человека, это некое отдельное существо от нас, которого мы принимаем, который живет. Просто рядом с нами выбирает нас. А собака, она по определению зависима. То есть, она без нас жить не сможет. Точнее, сможет, но это скорее некое выживание. Если вы посмотрите, как живут собаки на улице, соответственно, собака нам завязана. И это такой яркий командный игрок. То есть, собаки всегда живут в стае. Если посмотрите природу, волки. Это стайные животные. Соответственно, собака это... Ну, она завязана. Это не то ощущение. Кошки тоже не то, потому что многие заводят кошек, что из серии, вот там, я завел себе кошку, и она меня любит, она что-то еще. То есть, животные это не то. У них, давайте, если рассматривать с точки зрения медицины и вообще структуры нашей, у них нет некоторых отделов мозга, которые у нас существуют, в том числе того же самого неокортекса. Насколько я помню, ну, кора получает, то, что у нас таким грецким орехом делает. Насколько я помню, у каких-то животных это есть. То есть, точно я помню, что есть у дельфинов, у обезьян есть, но очень слабо развито. Ну, а у кошек, возможно, существует, но в зачаточном состоянии. Соответственно, это совершенно не то. Позитива, да. Это прекрасно, позитив, но значимый человек это немножко про другое. То есть, это про, очень сложно даже сказать, это про некую близость какую-то вообще в принципе. То есть, кошки-собаки, слушайте, я их обожаю. У меня пока кошки нет, но я периодически к друзьям, когда езжу, я кошку не отпускаю. Она от меня уже пытается убежать. Но я ее все время тискаю. Когда друзья уезжают куда-нибудь, я остаюсь, мы с ними прекрасно проводим время. Обожаю кошек, действительно, собак тоже люблю. Немножко это другое. Коллеги, вопросы какие-то у вас остались? Если вопросов нет, давайте тогда поставьте, пожалуйста, минусы, если нет вопросов. Отлично. Окей, как я понимаю, а вот Станислав пишет, что есть вопрос. Эрика пишет, что легло все на душу. Спасибо вам большое. Станислав? Да, Станислав. Как слышите меня? Как слышите меня? Кто? Представьтесь, пожалуйста. Станислав Сергеевич. Станислав. Давайте, может быть, сейчас две секундочки. Мы сейчас закончим тренинг. То есть я выключаться не буду. Вот кому не нужно, те уйдут, а вот кому остались вопросы, мы их рассмотрим. Хорошо? Вы не против? Да, хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Так, коллеги, вопросы давайте тогда в таком формате решим. У кого нет вопросов, прошу вас буквально, может быть, одно предложение, одну там строчку написать, что для вас было ценного? Вот с чем ценным вы уходите? Вот именно для вас. Какие-то приемы, возможно, возможно, что-то интересное узнали, новое, что-то еще. Это не в формате все понравилось, все не понравилось. Вот конкретно. Вот что-то конкретное. Это прям было бы идеально. Наталья. Тайм-менеджмент для рационалов. Спасибо, Наталья. Спасибо вам большое. Пока вы пишете, что было интересного, нужного, важного, в свою очередь расскажу, что мне было важного, что мне было ценного в этом. Во-первых, присутствие вас как слушателей, что вы дослушали до конца, все-таки рабочий день идет, вы выделили время, постарались. Очень-очень-очень важно, очень ценно, то, что вы пришли. Это действительно важно. Второе, что было важно, любой преподаватель, он без своих слушателей, без учеников, без тех, кто с ним работает, он не имеет места быть. Поэтому спасибо, что пришли. Ну и третье, любой преподаватель всегда, когда даже он рассказывает что-то связанное с тем, что он давно уже знает, вот давно уже знает, каждый раз находит что-то новое в том, что он рассказывает. Вот я, как обычно, нашел что-то новое. И в результате разговора с вами я понял, что о том, что какие-то моменты действительно мне в презентации, наверное, стоит поменять, чтобы было еще лучше для вас, чтобы вы больше понимали. И за это вам огромное спасибо. Что пишут? Так, доступно простым языком. Спасибо вам большое. Больше цените положительное. Здорово. Положительное. Так, техники планирования, момент самоорганизации, распорядок дня с листочками. Да, это очень классная штука. Прям обожаю тоже. Раскладка на голову и тело люди. Все важно одинаково. Действительно, вы абсолютно правы. Иррациональный человек. Ну, видите, как прекрасно Ирина. То есть вы поняли, что у вас есть какие-то другие вещи более важные для вас. Важность значимых людей, дневник когнитивной терапии, инсайт. Разные приемы нужны для рационалов и иррационалов. Раньше пыталась применить одни приемы для всех, не понимала, почему не работает. Очень здорово, что у вас есть такой инсайт. Прям очень рад за вас. Спасибо вам, что написали, поделились. Важность дневник эмоций, классификация. С некоторыми приемами уже встречалась, но каждый рассказывал что-то одно. Собрать все воедино и доступно раскрыть. Ценно. Можно использовать комплекс. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Анастасия. Еще раз вспомнила про гормоны, важность близких людей с помощью упражнений структурирования метода тайм-менеджмента. Спасибо вам, Татьяна. Разъяснение принципов agile. Новый подход для организации детей. Да, детям это прекрасно. Вот эта табличка подходит. Это прекрасный способ для детей. Чудесный. Так, пожелание презентации писать только на русском языке. Да, Татьяна, спасибо вам большое. Как раз-таки это один из пунктов, которые я заметил. Действительно, стоит перевести вот те слайды, которые были. Я прямо сейчас даже помечу. Спасибо вам огромное. Так, русский язык на презентациях. Важность значимых людей. Буду чаще обращаться со значимым моим человеком. Здорово. Отлично. Отлично. Спасибо. Полезные инструменты. Спасибо. Распределение по важности и срочности матрицам. Здорово. Супер. Спасибо вам большое за обратную связь. Да, коллеги, кто хочет еще продолжайте дописывать. Кто нет, кому нужно куда-то идти, либо для вас вебинар закончен, можете, в принципе, уходить. Я говорю вам спасибо большое еще раз и в добрый путь, как говорится, применяйте, исследуйте. В любом случае, буду вас рад видеть на тренингах каких-то, которые у меня будут проходить. Завтра, кстати, тоже будет тренинг по волнению. Он будет немножко другой. Больше про будущее. Те, у кого остаются вопросы, можете оставаться. Мы с вами сейчас поговорим еще, обсудим. Те, кому нужно идти, можете идти. Был рад вас видеть. Так, полезная практическая информация. Пометить в начале презентации в виде рационалов и иррационалов. Спасибо вам большое. Спасибо, Лидия. Спасибо, помечу. Спасибо за комментарий. Пометка. Пометка. Ну, естественно, хочу вас поблагодарить. Очень важно, что вы даете обратную связь. Это прям очень полезно. Классно. Ссылку на завтрашний тренинг. Сейчас, секундочку. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, открываю. Ага. Сейчас копирую, ссылочку вам скину. Вот, ссылочка ушла в общий чат. Смотрите, то есть, можете зайти. Да, завтра в 14 и длиться будет примерно столько же. Я думаю, что как раз таки, если что, какие-то вопросы заново появятся, с удовольствием разберем их. Так, Анна пишет, хочется послушать заново и послушать вопросы дневника генетерапии. Надо узнать, мимо интересного. Слушали вместе с дочерью, 16 дней 43, менеджер и рационалов неожиданно. Значимые люди, контроль мыслей. Спасибо вам большое, Анна. Эрика, спасибо вам, спасибо за пожелание. Да, Галина, завтра в 14. Так, здорово. Коллеги, тогда предлагаю начать потихонечку разбирать вопросы. Вот у нас был один участник, кто подключил микрофон прям сразу. Давайте мы с вас начнем. Сергей, по-моему, да, вы, Леонид Станислав. Да, это был Станислав, это я. Спасибо большое еще раз. Спасибо за проведенное, как бы сказать, инсайт, то, как нужно себя вести в ситуации конкретно с темой разговора. У меня, собственно, вопрос следующий. Я, так или иначе, уже применял подобные техники, там где-то выцеплял какие-то информацию в статьях, неважно, информация там в интернете и так далее. Так или иначе, уже сложилась какая-то определенная последовательность действий в течение дня, однако, есть следующая проблема, не всегда получается сохранять производительность на следующий день или на продолжительное время, грубо говоря. Допустим, месяц я могу эффективно работать в течение последующих дней и когда-то производительность падает абсолютно в ноль и из-за этого очень тяжело выбраться. Из-за этого получается, что продолжительное время производительность высокая, продолжительное время производительности практически нет вообще. Есть ли какие-либо техники, которые помогают конкретно с таким бороться? Смотрите, вы на самом деле очень важный вопрос задали, потому что тут очень многое зависит, ну вообще ситуации возникают у многих людей действительно такие и если мы говорим про упадок сил, который вот так учредуется вместе с некими пиками, вообще для начала можно посмотреть на разные способы, то есть вообще что происходит. Причин может быть несколько, вот если начинать с причин, это может быть банально, вы устаете, то есть у вас заканчиваются ресурсы, то есть вы наработали, отдохнули, получили интересный некий для себя ресурс, какое-то количество, ну давайте измерять там не знаю, 100 штук ресурса, вы его за этот месяц зарасходовали и все, потом остальное вы его копите и работать не можете. Все, то есть это про некое накопление, копите, 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 накопили, замечательно, пошли дальше. Это вот про некий ресурс, то есть возможно этот ресурс имеет смысл периодически восполнять, то есть не работать на запасах, а допустим неделька у вас прошла и вы понимаете, сначала нужно понять, что это за ресурс, то есть что вас вдохновляет, что вам дает силы, это вот дневник тот же самый благодарности, он вам может в этом поможет понять, что вообще приносит вам позитивные эмоции. Можете составить список того, что вам нравится и периодически это делать. Ну то есть этот ресурс нужно возобновлять. Опять-таки, давайте будем честны, то есть у нас в России по крайней мере вот я не знаю где вы живете территориально, то есть в Москве солнечных дней не так много. Если поехать на север, в Петербург там тем более. Ну то есть у нас не такой большой солнечный день и банально солнышка может не хватать и витаминов в достаточное количество не уравнивается. Насколько я помню, витамин D у нас он синтезируется под воздействием солнечного света. Солнечного света не хватает, все. и вот этого радости гормонов и просто не хватает и поэтому вы чувствуете некое утомление. Понятно, что можно проработать на своих запасах очень долго. Ну, как можно. Как-то так. Спасибо. Еще можно. Продолжайте. Продолжайте. Смотрите, то есть если мы говорим про вот эти моменты, это то, с чего бы я начал. Начал. Начал, да, простите. Это какие-то моменты, с которых нужно начать и посмотреть именно в этом направлении. То есть если будет и это не помогать, то есть вероятность того, что может быть в питании дело. Тоже питание очень важно. Просто банально чего-то не хватает. Проследить за организмом, как он реагирует. Это, наверное, вот если для начала, то все, все остальное требует некоего более глубокого изучения ситуации. Вообще, что происходит, как происходит, зачем происходит. Как-то так. Я вас понял. То есть получается сначала пробежаться по всем основным пунктам, которые мы сегодня уже изучили, получается, голова, тело и так далее. И люди. И смотреть непосредственно чего может не хватать в той или иной зоне. Желательно, да. Желательно, да. Чтобы сделать некий момент. Потому что, понимаете, вот с чего начинается работа над усовершенствованием любого предприятия. То есть нам нужно посмотреть, что есть сейчас. Мы производим некий мониторинг того, что есть сейчас и потом уже начинаем менять. Потому что, если у нас нет стартовой точки, а что мы будем менять? Непонятно. Посмотрели, провернули. Ок. Значит, здесь мы не трогаем, здесь мы подтягиваем. Для этого хорошо подходит инструмент под названием колесо баланса. Можете загуглить, там достаточно простая техника, вам сразу выплывет, чего не хватает. Потому что так визуально красивее будет. Татьяна Викторовна пишет, что по почте пришло сообщение от специалиста, что завтрашний семинар будет в 17. Слушайте, у меня такой информации нет. У меня в табеле стоит что в 14 и сам сайт говорит мне, что в 14. У нас вообще все вебинары и семинары идут вот такими отрезками. То есть в 14, скорее всего, потому что в 17 у нас ни один не начинается. Такого нет. Ну, в любом случае имейте в виду, что вот он есть. У меня стоит что в 14. возможно кто-то ошибся. Тогда направим информацию. Ольки и коллеги, вопросы? Еще? Да, я хочу поблагодарить вас еще раз за проведенную вебинар. Большое вам огромное спасибо за ответ на вопрос. Спасибо. Я сейчас напишу тогда. Вот как раз Максим Сергеевич спрашивает, как называется колесо баланса. Наталья, слушайте, этот вопрос боюсь, что решать буду не я. Я скину, у меня автоматически пройдет загрузка из программы к нашим айтишникам. Что они там будут с ней делать, я, к сожалению, не знаю. То есть надеюсь, что они как-то это выложат, либо на канал YouTube нам выложат. То есть в любом случае как-то, я думаю, что с вами свяжутся. У нас чат, по идее, должен писаться, поэтому, скорее всего, с вами свяжутся, как-то вам пришлют, ну, либо рассылочку какую-то сделают. Так, коллеги, еще вопросы? Прямо можете включать камеру, говорить, либо писать, как вам комфортнее. Спасибо, спасибо. Смотрите, завтрашний вебинар называется «Лучший совет для успешной жизни». Ссылочка чуть выше, который мы с вами сейчас посмотрим. Коллеги, если вопросов нет, то в целом хочу еще раз вас поблагодарить за то, что вы участвовали в вебинаре. Надеюсь, что вся информация была вам полезна, интересна, ну, и, конечно же, надеюсь, вас встретят специалисты еще. Буду вас рад видеть. Анастасия, запись трансляции, также IT-специалисты. Да, 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 это все будет делать айтишники, они в любом случае какую-то запись делают, ну, и отправляться, все это будет централизовано, я думаю, что в таком формате. Окей, все тогда, всего хорошего вам всем, до свидания. Да, Анастасия, вам тоже до свидания. Продолжение следует...